И поэтому я возьму на себя смелость и открою наше собрание. Хочу всех поздравить с Днём культуры. Во-первых, с прошедшим. Мы это Рериховский комитет и хотели пригласить наших друзей и тех, кто мог бы к нам присоединиться. И не хотели делать очень большой, честно говоря, вот этот круглый стол. Поэтому нам выделили такую уютную комнату. Поскольку было много других мероприятий по случаю Дня культуры, что очень приятно и радует, на некоторых из них нам удалось побывать. Вот, например, Михаил Николаевич Черятев, он в Питере там ходил на соответствующее собрание. Это всё 15-го числа тоже было. Мы решили, что вот мы наш круглый стол, поскольку вопросы культуры, они, так сказать, неприходящие. Всё равно надо их обсуждать и в любое время подходящее для этого. Мы решили собраться немножко попозже. Вот, и очень признательны вам, что вы к нам присоединились и высказали готовность выступить некоторые. Я думаю, что у нас такая вот дискуссия получится. И, в принципе-то, у нас вот тут достаточно такой длинный список выступающих, поэтому я не буду долго очень говорить. Мы сейчас начнём. Но я хотел бы сказать, что на доклад мы примерно тут минут 10-15 отпускаем. 15 уже не получится. Не получится, да? Да. Ну, тогда просьба, в общем, как-то так достаточно лапидарно, может быть, за 10 минут это сделать. И мы хотели бы ещё, конечно, дать возможность высказаться, может быть, кому-то, кто это захочет сделать. Вот, и я хочу выразить ещё благодарность общественной палате за то, что она нас принимает здесь на своей территории. Конечно, здесь замечательно встречаться, очень удобно, приятно. Вот, знакомые лица висят на стенах. И надеюсь, что наше вот сегодняшнее собрание пройдёт в хорошем, таком, плодотворном ключе, потому что вопросы культуры, конечно, всех беспокоят, волнуют. Очень приятно, что 15-го числа вот всё-таки всё больше людей отмечают этот праздник. И нам приятно, что выбран такой день, дата подписания Пакта Рерихов. И мы надеемся очень, что всё-таки вот этот праздник, он будет как-то ещё и больше расширяться, и будет больше людей присоединяться к празднованию этого дня, и не только в России, но и в других странах, что, в общем-то, и происходит. Но нам, я думаю, вот здесь, в России, надо, конечно, добиваться того, чтобы этот день отмечался широко, и, в общем-то, был, наверное, нашим каким-то национальным тоже днём, то есть формальным, если хотите, праздником. Я даже думаю, что вот в рекомендациях, которые по итогам нашего круглого стола, я надеюсь, мы составим, мы должны будем записать вот это предложение, эту просьбу и, в общем, как-то добиваться этого все вместе. Спасибо большое за внимание, и я предлагаю, значит, тогда начать нам работать. И первый выступающий у нас наш дорогой Шалва Александрович Аманашвили, который вот носится и по России, и по другим странам, и только что сегодня приехал из Красноярска, правильно? Да, это же сегодня, ну, я первый, да. Да, вот мы так, если вы не возражаетесь. Извините, пожалуйста. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, я не ожидал, что первый буду, потому что проводимое более общее, чем та, которую я хочу затронуть перед вами. Я занят образованием, всю жизнь этим занимался, и живая этика тоже мне нужна для развития образовательного мира. Кроме того, что это мое личное убеждение, личное устремление в ней. Дело, что меня волнует, в первую очередь то, что после развала Советского Союза школа отошла, образование отошло от воспитания детей. Обучение очень легкое дело. Хотя есть проблемы, там, технологии, науки, но то, что воспитание, с этим обучение не сравнится. Я очень был рад, когда три года назад президент обратился к Федеральному Собранию со словами, что российскому обществу не хватает духовных скреп. Я очень порадовался вот этим словам. Духовных скреп, духовные. От президента я впервые услышал вот эти слова, это слово. И тут же он дал задание правительству разработать в срочном порядке программу воспитания. Я сейчас не знаю, эта программа разработана или нет. Но если даже и разработана, в школе от этого никакого влияния не ощущается. То есть воспитание в школе не происходит. А президент выдвигает государственную, в качестве национальной идеи воспитание патриотизма. И чувство патриотизма. А это без воспитания не произойдет. Это не произойдет через ЕГЭ. Через физику, химию. Если там не внести струю именно духовно-нравственного характера. Человек должен любить свою родину. Кроме того, что он должен быть очень нравственным, духовно высоким и тому подобное. Это первая проблема, что меня очень волнует. Вторая проблема. Правительство делает разные реформы. Но почему-то особый упор делает на внешней форме образования. В частности, как менять стандарты или какие стандарты вводить. Да, стандарты, конечно, надо подавлять через каждые пять, может быть, шесть лет. Так, программы, учебники, оснащенность школы. Все это очень важно. Но опыт убеждает, что реформа не с этого начинается. Если программы хорошие, а учитель плохой, эти программы станут плохими. Если программы плохие, а учитель прекрасный, программы станут тоже лучшими. Это я говорю словами Дмитрия Лихачева, который сказал. Где хорошие учителя, там хорошие дети. Поэтому главная проблема для реформирования школы не в этих внешних игрушках. Повторю, они нужны, красивые игрушки, нужны на елочке. Но сам учитель, если мы сможем реформировать душу учителя, мир учителя, сделать его нравственным, чутким, любящим детей, мы не должны ждать реформу от школы. Третье, что меня волнует, это то, что сами дорогие, сами такие сенситивные периоды, когда человек набирает мировоззрение, смысл жизни и так далее, это последние годы школы. Вот 8, 9, 10, 11 классы. В этом периоде формируется именно мировоззрение человека. Должно формироваться. И что же получается сейчас? Мы очень увлеклись именно государственными экзаменами. Вообще, государственные экзамены, не знаю, кто это воспринимает, но это инородное тело в образовательном мире. Наверное, мы это больше поймем спустя, ну, может быть, 5, 8, 10 лет, но сейчас так увлечены, что мы даже не ощущаем, какой вред несут эти стандарты образовательному миру. Все делается для того, чтобы дети сдали ЕГЭ, и откладывается самое важное, чтобы из школы вышли личности. С мировоззрением выходили они. Они были очеловечены. А именно этого в этом мы никого не экзаменируем, кстати. Я полагаю, что вообще можно было бы разработать некую систему, ведь есть детекторы лжи. Так можно разработать некую систему, которая мог бы вявить на духовную, нравственную направленность молодого человека. Но мы этого не делаем. А некие такие вопросы и ответы, то сложные, то дурацкие, так, как будто решают самую важную государственную задачу. Мне вот эти вещи непонятны. Четвертая моя проблема. Это в том, что школа страдает от авторитаризма. А в токнут и пряник. И в семье, и в школе. Это самый главный метод воспитания и подхода к детям, силовой подход. А сейчас приходит новое поколение. Я не знаю, но несколько лет тому назад была проведена большая конференция в МЦР о новых детях. Так, вы тоже присутствовали тогда, помните, да? Дети, изумите, это другие дети. Это не поколение 30-х годов. Не поколение даже детей акселераторов, которые перевернули наше сознание, создали нам компьютеры и интернет. Это более продюнтое поколение детей. И это поколение детей вот штампуется сейчас. Вообразите, сейчас мы создали стандарты образования, стандарты программы, стандарты учебники, стандарты оснащенности школы и также стандарт учителя. Я не знаю, почему мы придумали стандарт учителя. Утвержден уже, уже действует этот стандарт, когда нужно было бы не стандарт, а некий нравственный кодекс создать. Если по стандартам будем идти, там еще, считайте, стандартные уроки, стандартные подходы и тому подобное, то мы в середине этого века получаем стандартизированное поколение людей. И, как сказано в живой этике, еще одно поколение будет позорить нашу планету. Вот что может получиться. И вот все эти вещи я наблюдаю, хорошие мои коллеги. Я часто бываю в школах, имею большие связи со многими школами по России и мне России тоже. С учителями, имею большие связи. И вижу, настолько и училия тоже страдают от этих стандартизаций. И, конечно, сами дети тоже, образовательный мир. Что касается той педагогики, которую я веду, что ли, так называемая гуманная педагогика, она развивалась, конечно, и в 70-х годах. Мы создавали эту педагогику гораздо раньше, чем я лично познакомился с живой этикой. Но после того, с 90-х годов, как я вот тогда был членом Верховного Совета, работал в Москве долгое время, и тогда мне пришлось соприкоснуться с живой этикой впервые в 89-90-м годах. И тогда познакомился с книгой Общины, тогда я понял, что мы имеем дело с глубоким источником для перестройки мышления, педагогического мышления и науки тоже, педагогической науки, и образовательного мира тоже. Живой этикой – огромные истоки для нового педагогического сознания. Мне даже трудно сказать, до той степени глубокие, что нам в этом веке это не освоить. Но не начинать это дело было бы нехорошо. Именно живая этика помогла нам вести духовную струю в виде гуманного подхода к детям. Мы говорим на что-то духовного гуманизма, в связи с того, что именно живая этика привнесла вот этот элемент в нашей деятельности. Сейчас это движение имеет очень широкий размах. И в России создан здесь у нас Всероссийский центр гуманной педагогики. Во всех регионах у нас есть свои отделения, которые ведут очень интересную деятельность. Во многих республиках, в 8 странах в целом есть центр гуманной педагогики. И несколько десятков тысяч последователей среди учителей, среди общественности и родителей тоже. Ежегодно проводятся международные педагогические чтения, республиканские чтения и областные, краевые, даже городские чтения о гуманной педагогике. Я бы хотел назвать тем, чтобы вы поняли, к чему мы ведем учителей. Именно в них мы видим силу реформирования образования. Вот смотрите. Как будто пустяковая такая проблема. Так, улыбка моя, где ты? Из живой этики тема. Улыбка этой дня мы обсуждали эту улыбку. Улыбка не просто внешняя. Учебники должны улыбаться, программы должны улыбаться, урок должен улыбаться, и сам учитель должен улыбаться. А этих улыбок в школе очень мало. Мало. Не знаю, чем удручен учитель, но это очень практически нету. Так, как любить детей? Понятие любви не считается педагогическим понятием. Вы понимаете? Это не педагогическая категория. Улыбка не педагогическая категория. Тогда как на этом изъезжается образовательный мир. Как без любви или обучать, или воспитывать, или вообще общаться с ребенком. Так, как без доброты, без шуткости, без уважения ребенка вообще-то педагогика не состоится. Почему не прожить с нам жизнь героями духа? Это идея живой этики. И три дня опять мы обсуждали эту проблему. И вот в будущем году, мы только что закончили в Тбилиси в марте месяце наши 15 лет чтения. В будущем году будут проводиться чтения уже в Минске. Ну, я горжусь всем еще, я, мои коллеги, что сейчас некие страны просто хотят, а вот как будто футбольный матч, да, там очереди устраиваются, кто будет когда-то проводить. Где мы будем проводить чтения? Польщик приглашает Рига проводить туда. Киев приглашает нас. Приглашает Грозный. Очень хочет второй, третий раз туда проводить чтения. Но Минск. В 16-м году мы решили провести следующее наше чтение. Это уже будет 16-е чтение в 17-м году, простите, в городе Минске. Этот центр был создан на базе Международного центра Рериха. Людмила Васильевна в 62-м году и в 61-м году пригласила меня с просьбой возглавить педагогический отдел. Но я предложил вот такой выход создать центр гуманной педагогики и ввести вот такое родное движение. На что она и согласилась. И внутренний МЦР был создан Международный центр гуманной педагогики. Но в 2008 году мы решили отделиться, точнее не отделиться, а зарегистрироваться официально. И сейчас Международный центр гуманной педагогики и Российский центр являются зарегистрированными в России. Так они имеют свое основание в России. Вот такое положение сейчас в этой сфере. Для поддержки учителей проводятся семинары, курсы повышения и квалификации. Во многих регионах нас очень поддерживают. Скажем, в Дагестане, в Хакасии, в Чечне и так далее. Министерство поддерживает нашу деятельность. Поэтому там очень легко учителям открываются экспертальные классы, школы. А министерство покровительствует этой деятельностью. Есть регионы, где просто думают, что раз там Рерих и Рериховское учение, значит, это, может быть, не надо. Сомнительно. Вместе с учетом, когда некий губернатор приглашал к себе и уговаривал, что не надо закладывать это учение. И этим это навязывают. Конечно, мы не навязываем учителям. Ничего. Я хочу, чтобы вы знали. Живая этика вводится в рамках общих философских направлений. В частности, Бердяева, Соловьева, Ильина, Флоренского. У них прекрасные обоснования для гуманной педагогики. Идеи, которые они выдвигают в философии, очень схожи с идеями живой этики. Что нам позволяет опираться на это. И вообще сама классика, от которой истекает идея гуманной педагогики, педагогическая классика, она полностью опирается на Новый Завет. Христианское учение есть основа в мировой педагогической классике. Только христианское учение. Ну вот мы постараемся объединить в наших философских началах христианство и живую этику. Тем более, что внутри они не противоречат друг другу. Скорее наоборот. Только надо это понять. Это надо понять. Ну вот я не хочу вас занять больше времени. Знаю, что у вас программа широкая. И на этом завершу свое очень короткое такое выступление. Спасибо. Шалов Александрович, спасибо огромное. Я хотел еще ко всем обратиться с просьбой. Но вот во время выступления, может быть, какие-то предложения, идеи есть, которые мы могли бы зафиксировать. И потом с помощью общественной палаты продвигать и обозначить их как какие-то будущие вехи. Пожалуйста, предлагайте, высказывайтесь в этом плане. А я сейчас отдаю слово Владимиру Леготьевичу Буданову, ведущему сотруднику научного института философии Российской академии наук. Профессору. Спасибо, Александр Прохорович. Я постараюсь, раз я из института философии, посмотреть на это такой метафизической точки зрения. Вы все понимаете, что время ускоряется. И чем дальше, тем быстрее. Мы входим в большой антропологический, великий антропологический переход. И основная проблема сегодня и борьба идет даже не за материальные ресурсы, а за души людей. Достаточно посмотреть, что происходит буквально за одно поколение, как меняются культурные матрицы, ценностные матрицы. У наших соседей очень трагические события на Украине, допустим, или на Ближнем Востоке. Череда цветных революций. Вот как это все возможно? И где вот тот ключ, чтобы, во-первых, к пониманию происходящего, во-вторых, к тому, чтобы как-то гармонизировать процессы в мире. Сейчас принято говорить о войне цивилизаций. Они очень ярко проявлены. Действительно, можно взглянуть на эти столкновения уже на территории Европы между миграционными потоками, антропопотоками, как принято говорить, их культурой. И культурой европейской, которая фактически утрачена. Они отказались от собственных корней, в большой степени, вот в таком вот постмодернистском либеральном варианте. Просто не способны даже противостоять тем ценностям, которые приносят мигранты. Дело даже не в том, чтобы противостоять, а находивание. Это вот яркие примеры того, что мир не готов ни к диалогу культур, ни к синтезу, тем более. И вы знаете, что был проект глобализационный американский, условно говоря, американский, в котором национальные культуры и нации, национальные государства были врагами этого проекта. То есть они должны были быть стерты, и есть некая унификация. Унификация массового сознания, массовых ценностей. Совершенно очевидно, что он провалился. И сейчас выходит на сцену другая концепция, концепция соперничества вот этих культурных матриц. Говорят о мягкой силе. И вы знаете, что существуют такие высокие проекты, такие, как, скажем, институт Гёте. Он во многих странах существует. Это вообще в духе Рерихов. Знакомить людей со своей культурой. Институт Сервантеса, институт Пушкина, в том числе и в зарубежье нашем. Институт Конфуция, который китайцы сейчас всячески продвигают, как некий проект форпост своего предъявления своих ценностей, своей культуры. С одной стороны, это замечательно. Но с другой стороны, одно дело знакомиться со своей культурой, другое дело принимать и понимать, и радоваться успехам и значимости культур соседей. И вот Рерихи в этом отношении были совершенно уникальны, потому что они говорили о мире через культуру в целом, когда нет старших и младших или значимых и незначимых. Это самоценная вещь, культура, которая отфильтрована веками и десятилетиями эволюции этносов и национальных культур. И действительно позволяют людям восходить к вершинам духа. Что сейчас предлагается? Вот золотой миллиард, казалось бы. Еще один проект, который сейчас на слуху. Как он осуществляется? Кому-то может показаться, что это некая территория, на которой живут особо благодатно люди, ни о чем не задумываясь. Кто-то может подумать о Соединенных Штатах, но уже явно не о Европе. Нет, идея совершенно другая. Идея в том, что золотой миллиард будет жить здесь. И мы будем жить здесь. Ну, как это возможно, скажете вы? Очень просто. Это система двух культур. Есть элитарная культура, достаточно глубокая, имеющая корни, в нашем понимании, скажем, от античности идущие. Есть массовая псевдокультура. Вот этот проект насчитывает уже не один десяток лет, на самом деле, и то, что и Болонская система, и ЕГЭ наша. Это, на самом деле, череда одних и тех же, так сказать, сценариев разделения, расслоения человечества на два крупных, на две крупные страты. Одна из них будет получать, как мы сегодня понимаем, домашнее образование, потому что в массовом школьном образовании нужно будет только получать социализацию. И сегодня вот эти экстренатура, возможность получать домашнее образование, она поощряется. Действительно, там можно подготовить ребенка в элитный вуз. Цена такого образования – это несколько профессорских зарплат в месяц, по-хорошему. Поэтому, сами понимаете, что это будет имущественное, очень сильное разделение. Ну, я вот знаю, моя дочка училась в очень хорошей физмошколе, но часть девочек, ее знакомых, небольшая, ушли где-то с девятого класса и доучивались дома. Это очень состоятельные люди, они в МГИМО потом поступили без проблем. Да, они получили великолепную гуманитарную домашнюю подготовку. Вот. ЕГЭ задавалось так, левой рукой, что называется. Это намного выше, чем ЕГЭ. Но это другая система образования. Это означает, что основная масса будет лишена этого образования, и они даже не будут представлять, что они его не имеют. Бакалавры – это вообще-то не высшее образование. Компетенции бакалавра ни в какой профессии не удовлетворяют никакого заказчика. Сегодня это доказывать никому не надо. А уже магистров будет немного относительно. Это первый момент. Второй момент – массовая клепизация образования, сознания людей. Вот дигитальная культура, это цифровая культура, в которую ребенок погружается с совершенно нежного возраста, еще там в колыбельке или на горшке, ему дает гаджет. Вот ты смотри свой мультик. А родителям хорошо, они заняты своим делом. Ребенок там. Вот этот мир за экраном, он более интересен, более красочен. Он не просто сопоставим, а им можно управлять. И в итоге получается сюжет довольно печальный. Почему? Потому что мир интернета, мир игр, мир фантазий, нейромир в конечном счете, он не имеет того сопротивления реальности, которой здесь мы, так сказать, все с детства привыкли иметь. Он пластичен, его можно перезапустить, вы можете включить себе еще несколько жизней на разных уровнях. И вот когда такой ребенок попадает потом в мир взрослых и сталкивается с этой реальностью, выясняется, что у него совершенно инфантильное сознание. Он не способен формулировать ни одной задачи, потому что, как помните, в задаче в ЕГЭ уже вопросы сформулированы. Он не знает, как их формулировать. Он не знает, как получить ни одного ответа, потому что для этого нужна логика и мышление, соответственно, творческое. Ответы тоже вам даны, надо только было запоминать. Куда он обращается? Он обращается в Google. Он обращается к вынесенному жесткому диску, который, так сказать, раньше был в памяти любого человека, и человек с ним работал. То есть то, что называется культура. Культура вынесена в интернет. В интернете даны ответы, думать не надо. Что такой человек может? Он не может написать сочинение, он не может сконцентрироваться и держать какую-то мысль, обсуждение. Он лишен рефлексии, он лишен эмпатии. А раз он лишен эмпатии, он лишен сострадания. То есть это редуцированный человек, лишенный очень много духовных и интеллектуальных оснований. Вот, к сожалению, такая проблема сегодня существует. Она массовая. Более того, она поощряется. Единственное противоборство ей – это давать детям, вот Шал Александрович говорил сейчас, давать именно в детском возрасте нравственные идеалы, этику на примерах духовных и культурных традиций. В конкретных странах, а сегодня этого недостаточно, нужно давать мировые примеры, и это нужно давать именно в младшей и средней школе. А они все за гаджетами, они все играются. И поэтому умение понимать ближнего, умение сострадать, умение чувствовать – это в допубертатный период должно создаваться. А они все в это время сидят, их нельзя оторвать от экрана планшета. Вот, что мы теряем. Поэтому сегодня, как никогда, да, вы можете сказать, но тогда что же вы нас лишаете возможности работать в сетях, информационных системах? Нет, пожалуйста, но только в свое время, когда нужны онтогенетические программы развивать, которые положено развивать по возрасту, когда надо заниматься искусством, когда надо воспитывать доброту и развлечение добра и зла, вот в это время этим надо заниматься. У нас, к сожалению, в школе этим не занимаются, и наводку поддано вот это цифровое пространство, где ребенок, что он там развивает? Он развивает архаические навыки, навыки игры, гонялки, стрелялки – это то, что нужно было охотнику. Полутрансовое состояние, в котором он находится, он потом как за наркотиком, за ним, значит, ищет его. И уже ценности высокой культуры как-то ему объяснить почти невозможно, если он выходит в мир взрослых. Поэтому любая форма традиционной культуры, она богаче, чем современная западная культура. Потому что там есть ход наверх, есть ход к высшему началу. Мир через культуру, о котором говорили Рерихи, это единственная возможность достойно пройти антропологический переход, а не превратить нашу цивилизацию в такое расслоенное общество, где будет жреческий класс и совершенно безмозглая, управляемая публика, которая будет накачиваться наркотиками, но уже не химическими, а наркотиками нейромира. Сегодня это совершенно понятная вещь, как это можно сделать. И более того, зоны мозга, которые мы встречаем у геймеров и у детишек такого сознания активированы, они примерно такие же, как у наркоманов и зависимость от алкоголя. Ситуация очень драматична, и фактически речь идёт о нравственных основаниях будущего общества, его устройства, ответственности власти, ответственности элит. И дело в том, что манипулировать редуцированным человеком очень легко. И эти проекты создаются специально. Они имеют такой окрас, в общем-то, и смысл некого мирового проекта образовательного. А поддержание аутентичных культурных традиций и культуроцентричность в общем образовании, оно предполагает совершенно другой образ мира. Это мира союза разных этносов и культур, и культур и цивилизаций, в котором человек будет целостен, гармоничен, и которому будет доступен индивидуальный путь самореализации. Ни о какой самореализации в первом варианте, конечно, для большинства вопрос даже не ставится. Они даже не понимают, о чём идёт речь. Мне кажется, что здесь надо по итогам нашего стола всё-таки вынести некое предложение о... Конечно же, день культуры должен быть каким-то образом утверждён на уровне государственном. И второе, надо начать, по-видимому, процесс, возобновить его как-то. Конечно, и в ЮНЕСКО это всё было, но впервые это сделали Рерихи ещё до Первой мировой войны. Может быть, это переподписание пакта Рериха. Потому что уровень его общности больше, чем те документы, которые принимал он позже. Не только во время военных действий, но и в периоды, так сказать, мирного сосуществования, разные формы сегодняшней... Ну, посмотрите, там Ливия, допустим, у них... Может, там войны и нет, но вряд ли что-то они оставят от культурных ценностей. А про Пальмиру и говорить нечего, да? Талибы аналогично, так сказать, уничтожали множество буддийских реликвий. Вот эта война цивилизаций должна быть прекращена на уровне международных соглашений и, соответственно, защита культурных ценностей в любое время. Это то, что, собственно, Пакт Рерихов и провозглашал. Но ценности сами, они должны поддерживаться, воспроизводиться, создаваться. И вот для этого нужно подлинное образование. Ну, спасибо, я вот на этом закончу. Я предоставляю Словийской Академии Естественных Наук заслуженному деятелю науки Российской Федерации Академику Раен и профессору. И вдруг объявили такую вот важнейшую область, как образование сферы услуг. Видите, само по себе вот это вот определение, оно низводит образование до довольно низкого уровня. О том, что наука и образование являются частью культуры, ну, все здесь присутствующие это понимают, это одна из определяющих, из важнейших областей культуры и наука, и образование, потому что наука, это наиболее, может быть, продвинутая, с собственными критериями, так сказать, имеющими часть культуры, и в то же время и часть искусства, это, несомненно, культура. Здесь Шалва Александрович затронул вопрос, связанный с живоэтикой. Конечно же, живоэтика и христианские нравственные принципы, они очень близки. Только живоэтика, я бы назвал ее такой нравственной энциклопедией, где вот это расписано, прописано, объяснено на примерах. Это совершенно гигантское, так сказать, учение, которое, безусловно, став достоянием учителей, учеников и так далее, могло бы сделать их в большей мере людьми. Это чрезвычайно важно. И поэтому я, как физик, вот, как человек, который пришедший, так сказать, в это не так давно, как многие здесь присутствующие, я могу сказать, что я душой вот во всем этом процессе и рад, что я соприкоснулся с этими великими ценностями. Есть простые слова, которые написал Кир Булычев. Они мне очень нравятся, потому что они отражают смысл, так сказать, жизни. Найти путь Творцу, сохранить род и жить в ладу со Вселенной. Здесь почти все. Если бы мы соблюдали эти, так сказать, вот три тезиса, то думаю, что на Земле не было бы той катастрофы, которая есть. Следующий, пожалуйста. А, говоря об образовании, я бы назвал вот свой доклад, как я говорил, таким образом, что это как спасти образование России. Как обустроить сначала, я написал, думал. А потом, значит, решил, что на самом деле сейчас настолько катастрофическое состояние, что нет ни времени, ничего на то, чтобы ожидать и ждать, как еще реформаторы изуродуют, так сказать, сознание наших детей, учителей, нас всех. И нужно что-то предпринимать. Вы знаете, что в последнее время есть некие надежды. Во-первых, так сказать, как-то произошли замечательные события, которые внушают нам определенные надежды. Это Крым вернулся в лоно России и посеял патриотизм. Это марш бессмертных. Вот. Как восстановление, так сказать, нашей армии, которая продемонстрировала возможности спасения различных участков, различных областей нашей планеты и так далее, и так далее. В то же время вот образование находится во состоянии абсолютной катастрофы. Ну, это слова вам хорошо известны. Слова, так сказать, Николая Константиновича относительно науки. Если вас спросит, в какой стране вы хотели бы жить, мы хотели бы жить в стране великой культуры, и тогда вы поймете, что мир будет там, где почитается красота и знания. Современная система образования вообще отрицает, так сказать, необходимость передачи знаний. Понимаете, готовят такого адаптированного потребителя. У меня пример. Вот замечательный был фильм, так сказать, «Задушные приключения», когда там перелетают через Ламаш, и немецкий пилот садится, значит, по инструкции садится в самолет и взлетает, а инструкцию, значит, ворона унесла, и после этого он не знает, что делать. Вот та система подготовки, которая сейчас осуществляется, она не дает возможности творчески решать задачи, и, соответственно, преодолевать те вызовы, которые непрерывно ставят сложно развивающиеся наши жизни. Пожалуйста, следующий, это замечательные слова Дмитрия Сергеевича Лихачева, «Я последнее, вне культуры, самостоятельное существование лишается смысла». Главный смысл, главную ценность существования как отдельных народов и малых этносов, так и государств. Вы все это знаете, я прошу прощения, что я это освежаю. Пожалуйста, следующий, вот как спасти образование. Следующий, пожалуйста, значит, ужасное, что творится. Я приведу два примера только, у нас времени нет, я бы мог привести десятки. Вот недавно, к счастью, весь интернет и телевидение наше, и СМИ сейчас переполнены возмущением разного класса, людей разных срезов нашего общества, возмущенных и совершенно очень озабоченных тем, в каком состоянии находится образование. Вот Петр Толстой, ведя программу 25 марта, программа называется «Время покажет», проведена статистика, сколько людей на нескольких тысячах, на нескольких тысяч, так сказать, личностях, сколько людей считают, что наше образование сколь-нибудь пригодна. Ведя, потрясающе, менее трех процентов, а 97 считают, что оно никуда не годится. Значит, все общество считает, что никуда не годится, а это продолжается. Вчера, сегодня ночью, я вот, так сказать, неожиданно услышал выступление, выступление, значит, Миронова, где он сообщал о данных по Олимпиадам. Мы в течение многих и многих лет, десятков, по математике в Олимпиадах международных занимали первое место. Где-то в пятом-шестом году вместо первого мы перешли на второе и где-то до восьмого года додержались, или до седьмого. А сейчас мы, участвуя в Олимпиадах по математике, находимся на двадцатом месте. Вот к чему привела вот эта реформа образования. Она целиком тупиковая. Я привожу такой пример. Я говорю все время, вот, знаете, если бронемячок движется в пропасть, то невозможно спасти ситуацию, смазывая колеса и прихорашивая проводницы. Нужно стрелки перевести. И задача всего общества, всех нас, так сказать, сейчас, сделать нечто, чтобы это, наконец-то, произошло. И чем скорее, тем, так сказать, правильнее это было бы. Пожалуйста, следующий. Главные беды. ЕГЭ. Что такое ЕГЭ, это всем понятно. Невозможно, чтобы компьютер, робот, контролировал сознание человека. Он не в состоянии этого делать сейчас и никогда не будет в состоянии этого делать. Поэтому такой контроль приводит к роботизации, как таковой. Я уже сказал об Олимпиадах. К чему привела эта система? Понимаете? Она совершенно не дает возможности. Она зачеркивает возможности творческой подготовки личности. Создание творческого человека. Дальше. Страшная вещь, это баллонская система. Что это такое? Значит, что такое бакалавр? Это вообще, простите меня за такие слова, это недоношенный специалист. Мы что, так богаты, чтобы создавать вот этот слой людей, которые ни к чему не приспособлены? Может быть, появятся какие-то у них перспективы и дальше стать, так сказать, специалистом. Следующее. Подушное финансирование. Ужасная вещь. Вы понимаете, я в ВУЗе, я заведовал кафедрой 40 лет и до этого 10 лет преподавал. И сейчас преподаю. Я могу сказать, что это ужасная вещь. Вы набираете набор. И даже если это приличные студенты, среди них всегда окажутся прогульщики, лентяи и тому подобное. Их невозможно отчислить. Потому что если вы их отчисляете, вы должны сократить преподавательский штат. Вы должны все... И это, значит, продолжает будущее. Потом оно взрывается. И вот эти самые совершенно дебильные, не по своей вине, специалисты, начинают управлять страной, обществом и всем другим. Мы с этим уже сталкиваемся. Мы с этим уже сталкиваемся. Беспредметность. Что сейчас такое? Значит, ЕГЭ. На выходном экзамене вы по ЕГЭ должны там два предмета сдать. На предпоступление один по выбору. Мы сдавали, так сказать, там семь предметов. Ерунские, письменные, устные, математика. Трех в экземплярах. Алгебра, геометрия, тригонометрия, физика и так далее, и так далее. Сейчас беспредметно. Я в физике вот... Я расскажу анекдот. Я рассказываю его все время. Это на самом деле было. Один из моих преподавателей, мой ученик, принимает экзамен. К нему выходит студент. И начинает рассказывать по физике, что такое клон. И что такое клонирование. Он понять не может и в обалдевшем состоянии. Значит, спрашивает, вы какой экзамен сдаёте? Он говорит, физику. Дайте-ка билет. Он смотрит, и там закон кулона. Понимаете? Пропущена буква, сделан запрос. Но самое страшное не то, что он проклонно рассказывает. А то, что он не понимает даже, в какой среде он находится вообще. Чего он, так сказать, отвечает и так далее. Это ужасно. Я уж не говорю там о примерах конкретных. Когда там закон кулона просишь написать тебе, спрашиваешь, что такое Эртия. Говорят, это сопротивление. И так далее, и так далее. Учебники, которые переполнены совершенно безнравственными примерами. Вот по арифметике. Недавно я услышал. Знаете, значит, четыре воробья село на воду. Три улетело, сколько осталось, например. Значит, воробьи сели на воду, сколько улетело. А самое последнее, что было продемонстрировано Петровым. Вот этим самым толстым. Безмозглая женщина родила ребёнка. Родители её тоже были безмозглыми. Родители мужа, мать была безмозглая. А ребёнок с мозгом. Какова вероятность того, что ребёнок этот родился? Знаете, какие примеры? Как бы шутейные, но на самом деле совершенно развращающие сознание. Сейчас страшная вещь слияния вузов и школ. Я учился в школе деревенской. И нас выучили так, что я потом смог уступить в следующий класс, как говорится, в техникум. А потом в университет, а потом кончить университет и добиться некоторых успехов. Вы понимаете? Значит, школа – это центр вообще. Это место средоточения культуры и всей жизни села. Вы убираете школу, вы разрушаете село. Это делается в слиянии школ, в слиянии вузов. Очень хорошие вузы. Сейчас пытаются, знаете, у нас выдающийся есть педагогический вуз – Герцановский институт. Все упали по уровню, но это хороший очень институт. Так вот, Герцановский институт хотят слить с университетом. А холодильный институт слили с институтом, значит, в этой самой оптике, вот, с северо-западной политехнической, с горным институтом. Там уже вот от этих нужных для страны институтов, готовящих специалистов, ничего не осталось. Ну, все это связано с этой так называемой потребительской парадигмой. Я вот сказал, к чему она может привести. Мы растим поколение, не способны решать, так сказать, вызовы. Следующий, пожалуйста. Итак, школьное образование. Что нужно сделать? Формирование личности, о чем говорил здесь Шалва Александрович. Восстановить систему воспитания – это главное, что необходимо, и самое сложное. И оно должно быть восстановлено для родителей. Родители тоже не очень сейчас могут воспитывать. Сейчас единственная надежда на семью, на самом деле, что она чему-то научит своих детей. Восстановить систему воспитания, определить смысл. Но ведь если задать вопрос нашему, нашей, так сказать, министерству образования, оно не может ответить. Каков смысл вообще образования? Для чего? Наш первое лицо в образовании говорит для того, чтобы создать личность, которая адаптирована к потребительским возможностям. Вы представляете, что это за монстр, который вырастает из такой парадигмы? Ну, взаимоотношения личности и социума. Прекрасный закон. Это прекрасная вещь, это права человека. Но права человека и права человечества неразрывны. Неразрывность и неслиянность – это по Сергию Радонежскому. Понимаете? Каждая личность уникальна совершенно, но эти уникальные способности личности должны сложиться для того, чтобы все человечество развивалось и сохранялось и выжило. Следующее. Пожалуйста. Что необходимо сделать немедленно? Отвергнуть тезис образования сферы услуг. Упразднить ИГЭ. Восстановить проверку знаний непосредственно учителям, а не роботам. Возродить переходные экзамены с 4 по 11 класс. Восстановить экзамены на аттестат зрелости. Я нашел 37-го года, комиссариат принимал решение, какие экзамены. Там их 7 штук. Не буду перечислять. Восстановить предмет астрономии и космологии. Ну что это такое? Страна первая, запустившая спутник. Мы кричим об этом уже несколько лет. У нас не преподают астрономию. Следующий, пожалуйста. Школьное образование должно быть государственным, в том смысле бесплатным, за счет налогоплательщика. Но налогоплательщик хочет, и это одна из главных задач, чтобы дети были будущего настоящими людьми, ему не дают, народу не дают это сделать. Восстановить нешкольное образование, кружки, секции и тому подобное. Сохранить и развить спешку и прочее. Вот это все порушили, и вот мы на 20-м месте. А кто будет? Вот сейчас летают ракеты. Сейчас нормально, вот, так сказать, наша армия технологически продемонстрировала высочайший уровень. Но это уровень 30 лет назад. Это делали те люди, которые обучались 30 лет назад. А сейчас, аж нет. Ничего этого сделать в принципе не могут. Пожалуйста, следующее. Вернуться к трехступенчатой структуре. Блестящая была структура. Зачем нам эта баллонская система? Высшая университета, специальная средняя, пожалуйста, назовите колледжами. Красиво звучит. И подготовка профессионалов, мастеров. То, что раньше называлось ПТУ, некрасиво. ФСУ, я чуть в ФСУ не попал. Я вам для разнообразия хочу. Вот Миша подсказал. Я вообще, так сказать, смог продолжать учение благодаря Лермонтову Михаилу Юрьевичу. Потому что в школе в моей, ну это такой учитель, такие учителя были. В школе я писал сочинение на тему Мцири. И написал вроде бы неплохо. Потом это сочинение, значит, носили по всем классам и говорили, как это хорошо. А потом умер, так сказать, вот тот человек, который содержал нас. И меня хотели, значит, отдать в школу фабрично-заводского обучения. И тогда директор, который тоже это почитал, сказал, нет, этого парня не надо, давайте мы его в следующий класс сразу переведем. И это меня спасло. И я потом вот по жизни двигался до современного состояния. Которого достиг уже давно, но сейчас вот так вот. Дальше, пожалуйста. Ну, я уже говорил, да, нужно вернуться к пятибалльной системе, я считаю. Что такое, кто-нибудь может представить, что такое 100 баллов? Я, например, вот с моим опытом не могу понять, какого качества ученика по 100-балльной системе. А вот пятибалльная очень просто. Качественно дает сразу ответ. Так, пожалуйста, следующее. Все это я уже говорил. Следующее, пожалуйста. Ну, и аспирантуру нужно укрепить и уничтожать. Укрепить степень научных степеней и званий. И резюме. Существующая реформа образования, это реформа деградации науки и образования интеллектуального и культурного потенциала страны. Это вообще, так сказать, вот членовредительство для сознания наших детей и всей нации. Поэтому нужно против этого восстать по-настоящему. И, видимо, наша энергетика недостаточно для того, чтобы нас услышали. Хотя об этом кричит, так сказать, все. Пожалуйста, следующее. Вот рисуночек. Это я как-то по науке такой давал. Вот что делается с образованием? Беспредметность. Болонская система поджаривает образование. Подушное финансирование его разрушает. Регатив тянет за уши, но не туда. Пожалуйста, следующий. А это вот я недавно имел счастье. Выступать в нескольких коллективах, так сказать, в частности в университетах. И я понял, что ребята очень хотели бы вернуться к нормальным алгоритмам построения образования. Есть простая вещь. Далекая от того, о чем говорил здесь Владимир, может быть, еще и далекая от того, о чем мечтает Шалва Александрович. Но, понимаете, нужно вернуться к нормальному пути, к нормальному алгоритму развития образования, который заложен великими философами русскими, в том числе, в значительной степени, великими педагогами нашими. Оттуда оно выросло, и оно было на лучшем месте в мире. Я, когда меня спрашиваю, а что делать, Георгий Николаевич, назад будущее. Плюс компьютер, плюс информационная, так сказать, сфера информационной технологии и так далее. Новые технологии, и будет все нормально. И если каждый из тех пунктов, о которых я говорил, страшных, убрать, заменить их нормальными, то с того самого момента начнет понемногу все улучшаться. Ну вот, а студенты-то достаточно, было человек, наверное, сто с лишним. Когда спросили, вы хотите, как вы относитесь к ЕГЭ, все сказали, что это полное безобразие. А ребята из МГИМО, вот я еще хотел привести один пример и закончить. Из МГИМО, те, которые умники и умницы, участвовали в этом конкурсе. Вот юноша сказал, вы знаете что, это ЕГЭ, вот человек, который хорошо знает историю, блестящую, он не сдаст ЕГЭ. Потому что там дурацкий вопрос. Один такой дурацкий вопрос, я придумал, горжусь, он действительно дурацкий. Вопрос, что такое Наполеон? Торт, коньяк или Бонапарт? И все, ничего правильного в этом вопросе. И таких вопросов можно считать нужно. Спасибо вам за внимание, извиняюсь за некую сумбурность. Вот то, что я хотел вам сказать, а я написал письмо, которое поддержано многими общественными организациями, замечательными людьми. Письмо президенту развернутое, где вот все вот это в более связанном виде я изложил. И надеюсь на поддержку тех, кто здесь присутствует и находится в стенах общественной палаты. Спасибо. Спасибо, Георгий Николаевич, за ваш взволнованный доклад. И вообще такой вот зубодробительный, я бы сказал. Мы как-то сосредоточились вот на сфере культуры, но действительно это... Ну это часть культуры. Это такая часть культуры, но без которой она вообще, наверное, культуры невозможна, я не знаю. Вот еще один мудрейший человек у нас, вот я ему с удовольствием предоставляю слово, Генделис Лев Миронович, сотрудник Государственного астрономического института Штернберга и академик Российской академии космонавтики. Пожалуйста, Лев Миронович. Спасибо. Ну я хотел, прежде всего, выразить удовлетворение, что национал, посвященный вопросам культуры, также под большим впечатлением от такого яркого и взволнованного выступления Георгия Николаевича. Ну вот, а я, поскольку занимаюсь наукой, то мое выступление будет посвящено проблемам науки, и я назвал его культурой наукой, или точнее, наукой как элемент культуры. Ну и современное потребительское общество, оно стремится вообще уничтожить культуру, заменяя ее антикупс или псевдокультурой. Но культуру все-таки убить нельзя, как нельзя убить дух человека, ибо культура, она связана с духом. Николай Константинович Рерих передавал культуре первостепенное значение. В многочисленных статьях он дал очень глубокое обоснование культуры именно как духовного явления. Ну я приведу короткую выдержку. Культура, писал Николай Константинович, имеет очень глубокое духовное значение, тогда как цивилизация в корне своем имеет гражданственное, общественное строение. Это конец цитаты. И я думаю, можно сказать, что цивилизация – это тело человечества, а культура – это его душа, или даже, скорее, дух. Культура – явление синтетическое. Николай Константинович называл ее очагом просвещения, очагом знания. В культуре, писал он, дух человеческий находит пути к религии, ко всему просветительскому и прекрасному. Тоже конец цитаты. Таким образом, культура включает в себя искусство, религию и науку. Ну, я думаю, что многогранный в своем значении символ знамени мира, его можно трактовать и так – искусство, религия и наука в круге культуры. Ну, как я уже говорил, я собираюсь остановиться на проблемах науки, как одной из составляющих культуры. Понятие науки, которым мы сегодня оперируем, оно сложилось, это известно, в XVI-XVII веках, когда во главу угла было поставлено естественно-научное знание, которое базируется на эксперименте, проверяется опытным путем. Но такое представление о науке возникло не сразу. В античности, например, наука была неотъемлема составной частью натурфилософии, в которой первостепенные, первые естественно-научные наблюдения сочетались с философскими наблюдениями, рассуждениями, а также с размышлениями по вопросам этики, морали и права. А вот в эпоху Европейского Средневековья целью познания считалось постижение замысла Бога, но поскольку природа виделась как творение Бога, отражающее в себе его замысел, то это требовало прочтения, и это служило основой средневековой науки. Возникнув в эпоху Возрождения, современная наука прошла через несколько этапов. В классическое, неклассическое, постнеклассическое отношение к науке со временем менялось. В XIX и в начале XX века роль науки неизменно связывалась в общественном сознании с прогрессом человеческого общества. При этом она рассматривалась не только как средство улучшения материальных условий жизни, но и как свидетельство торжества человеческого разума, проявления его беспредельных творческих возможностей. Этот взгляд на науку был особенно характерен для представителей русского космизма. А в последние стилетия XX века общая положительная оценка науки сменилась критическим и часто даже негативным отношением. Такая переоценка в основном связана с тем, что к этому времени проявились отрицательные черты, созданные с помощью науки техногенной цивилизации. К концу XX века изменился и характер научной деятельности. Ее результаты начали широко использоваться в практических целях. Наука оказалась вовлеченной в рыночные отношения. Знание стало товаром, причем дорогим товаром, а это неизбежно повлекло за собой изменение норм научной этики. Этика классической науки включала такие принципы, как бескорыстный поиск нового научного знания, отстаивание научной истины, свобода научного поиска, ответственность ученого за полученные результаты. На смену этим принципам пришло получение практического эффекта от использования новой технологии. Появились выдвинутые различными социологами системы научных антинорм. Во главу угла была поставлена этика полезности. То есть ученые выбирают проблему, ориентируясь на государственное или очень часто на корпоративное финансирование, работая, так сказать, на заказ. Это реализуется через систему грантов с использованием рейтингов, которые отражают интересы заказчиков научной продукции, а зачастую интересы научных конкурентов. Как это имеет место, например, по отношению к нашей российской науке со стороны Запада. Именно эту систему в России упорно насаждает Миноборнауки, а в последние годы созданы по его инициативе ФАНО. Этические проблемы, возникшие в науке, стали следствием того, что она сама стала частью экономической системы современного потребительского общества с его законами рынка, конкуренции и так далее. Вот очень ярко, мне кажется, об этом сказал Александр Дмитриевич Панов. Я зачитаю его цитаты. «Вся система финансирования науки», пишет он, «оценка ее эффективности, отчетность, гранты, цитируемость, импакт-факторы, все это рассчитано на получение предсказуемых конкурентоспособных результатов. Но все это не соответствует духу науки, духу свободного творчества. Не учитывается, например, что наиболее выдающимися всегда были непредсказуемые открытия, а такие открытия неизбежно будут иметь низкий импакт-фактор и, соответственно, низкую цитируемость. Ясно, что так долго продолжаться не может. Наука вместе со всей потребительской цивилизацией переживает кризис переходного периода, и, когда он закончится, на смену придет новая система познания, основанная на духе свободного творчества». Конец цитаты. Но вот может показаться, что это утопия. Но я думаю, что это все-таки не утопия, потому что уже сейчас в недрах науки, вопреки прагматической установке, возрывает иная тенденция стремления к познанию исходных начал мироздания, как материального изучаемого наукой, так и духовного изучаемого метанаукой. В установке последней на постижение мира как единой целостности, в которой каждый элемент связан с остальными, где человек ответственен не только за свои дела, но и за свои мысли, все это выдвигает нравственные ориентиры на передний план. Рассматривая науку как эволюционное явление, Панов отмечает, что все там эффективные эволюционные решения рано или поздно себя исчерпывают, и современный научный метод не может быть исключением. Современная наука представляет собой кратковременный этап в развитии человеческого знания. Но это не означает, что наука должна исчезнуть, но она должна измениться, не ограничиваться изучением костной материи, а включить также психические и духовные явления, исследование мысли, сознания, души, психической энергии, проблемы бессмертия, смыслы жизни, нравственные проблемы, которые прежде относились в сфере религии. Видоизмененная наука будет играть решающую роль в трансформации человеческого сознания. Науке, говорится в гранях агни-йоги, припоручается сделать то, в чем не преуспела религия. И дальше. Ныне эстафета продвижения в эволюционное будущее передается науке. Она должна вывести человечество на путь познавания космической действительности и приблизиться к пониманию основ. Конец цитаты. Это должно создать предпосылки для сближения науки и религии. Если наука будет становиться более одухотворенной, то религия должна стать более просвещенной. Но я уже говорил о том, что в недрах науки возревает стремление к познанию исходных начал мироздания, как материальную изучаемую науку, так и духовную изучаемую метанаукой. В тех пограничных областях, которые отделяют науку от неведомого, непознанного, зреют ростки нового знания, новой парадигмы, новой научной картины мира. Такие ростки нуждаются в поддержке. В этой связи хотелось бы сказать несколько слов о псевдонауке. В условиях ломки старой парадигмы активизировались деструктивные, разрушительные элементы, не имеющие опыта научных исследований, незнакомые с научной методологией, часто не умеющие логически мыслить и не обладающие элементарной дисциплиной мышления, эти люди самоутверждаются в наскоках на науку, облекая свои построения в оболочке наукообразных теорий, они думают таким образом создать некую новую науку. Но это, конечно, сорняк, бурно разрастающийся в пограничных, еще не оккультуренных областях знания. Совершенно естественно, что научная парадигма защищается от этого агрессивного вторжения чуждых элементов. Но проблема в том, что именно здесь, за пределами парадигмы, зарождаются истинные ростки нового знания. Задача стоит в том, чтобы отличить зерно от плевел, чтобы вместе с водой не выплеснуть ребенка. Поэтому не следует отрицать то, чего мы не знаем. Очень хорошо сказал Николай Константинович Рерих. Каждый отрицатель, пишет он, не может называться ученым. Наука свободна, честна и бесстрашна. Наука может мгновенно изменить и просветить вопросы мироздания. Наука прекрасна и потому беспредельна. Наука не выносит запретов, предрассудков и суеверий. Наука может найти великое даже в поисках малого. Конец цитаты. Я думаю, что в этом плане серьезная заботчинность вызывает деятельность комиссии РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований. Созданная в тот период, когда Академия наук имела непререкаемый авторитет, она использовалась часто как инструмент давления на мыслящих учебных. Сейчас, когда сама Академия наук испытывает беспрецедентное давление и находится на грани уничтожения, комиссии вынуждены уделять больше внимания не столько борьбе с лженаукой, сколько защите науки от чиновников. Но тенденция превратится в инструмент давления на инакомыслящих, конечно, сохраняется. И чтобы не допустить этого, нужна культура полемики, терпимость и широкий философский взгляд на мир. И в этой связи я хотел бы остановиться также на культуре полемики в Рерихском движении. Я говорил об этом на конференции в Таллине, и хочу повторить здесь тоже. Многие люди читают учения, но не все понимают, что это учение единения. Единение особенно необходимо в критический период, который сейчас переживает человечество. Я не говорю о единении с врагами. Нет. Речь идет о единомышленниках. Можно по-разному понимать те или иные положения учения или по-разному относиться к тем или иным событиям в нашей жизни. Но это не повод для разборки и отторжения. В учении не раз говорится о том, что если у человека есть хоть искра света, его нельзя отбрасывать. Многое сурово говорится в учении нетерпимости. Нетерпимость ведет к разъединению. А это и есть цель темных. Всю, где только возможно сеть разъединение. Так люди, зараженные нетерпимостью, думая, что они защищают истину, на самом деле играют на руку темным силам. Это особенно ярко проявилось в связи с событиями вокруг МЦР. Ну и последнее. Я тоже не могу сказать как этого несколько слов об образовании. Наука и образование тесно связаны. Одно без другого невозможно. Но образование, я думаю, имеет все-таки более широкую функцию, поскольку связано также и с воспитанием. Живая этика уделяет очень большое внимание к проблемам образования и воспитания. И очень ценное указание, разбросанное по многим страницам учения. Ну вот у нас ситуация с образованием в России, она просто катастрофическая, особенно ярко говорил Георгий Николаевич. Разрушительные реформы продолжаются, несмотря на решительные протесты общественности. В обществе потеряно уважение к учителю. Это подрывает весь процесс воспитания и обучения. Более того, при таком отношении учителя идут посредственные личности, которых близко нельзя подпускать к учительству и вообще к школе. Получается заколдованный круг. Где же выход? Ну, то знаете, я думаю, что развивающаяся и набирающая силу движение гуманной педагогики, созданное нашим коллегой, уважаемым Шалвой Александром Монашвили, который здесь выступал, я думаю, что вот это движение, оно сможет преломить ситуацию. Поэтому значение, конечно, гуманной педагогики чрезвычайно велико. И не случайно она получила такой широкий размах в постсоветском пространстве. Конечно, перелом произойдет не сразу. Я думаю, что количество исследователей, последователей, последователей гуманной педагогики должно превысить некоторую критическую массу. Но без потери качества. Очень важно сохранить движение в чистоте, ибо количество неизбежно приводит к понижению среднего уровня. Но, с другой стороны, при росте движения возникает возможность появления новых ярких личностей. Я думаю, что гуманная педагогика в таком эволюционном поле образования играет роль фактора избыточного многообразия. Как только изменятся условия, я думаю, что она займет легирующее место. Ну вот, позвольте, на этом я закончу. Спасибо, Лев Миронович. Я приветствую присоединившуюся к нашей искусству Микола Вировича. Прошу прощения за поддержку. Я готов передать бразды руководству этим собранием. Спасибо. Тогда мы продолжаем, и я приглашаю выступить Михаил Николаевич Черятьев, вице-президентом Международной лиги защиты культуры, члена корреспондента Международной академии наук, экологии, безопасности человека и природы, советника РАЕН. И хочу сказать, что, как и Георгий Николаевич, это представители Международной лиги защиты культуры, которые, собственно говоря, инициировали вот эту идею установления Дня культуры 15 апреля. Если я не ошибаюсь, это так. Спасибо вам большое за этот прекрасный жест. Михаил Николаевич, слушаю вас. Действительно, в 1998 году была такая инициатива, и постепенно она как-то завоевала сознание людей, и даже подключились средства информации, стали, значит, действительно вспоминать о том, как это происходило. Хотя формально День культуры на государственном уровне не закреплен, и тут уже вносились предложения в рекомендации или в резолюции нашего круглого стола этого утвердить, потому что это будет приветствовать все Райховское сообщество мира. В апреле наравне с государственными флагами Литвы поднимается знамя мира, знамя культуры. Я хочу в контексте того, что уже говорилось, как бы, наверное, все-таки не случайно, что тема Пакта Рериха, тема значения культурных ценностей, охраны культурных ценностей в нашем разговоре началась с образования, с воспитания. И Шава Александрович, и Георгий Николаевич об этом говорил, и Лев Миронович сейчас тоже коснулся этой темы. Но, говоря об эволюционной роли Рериховской концепции культуры, а мне хотелось бы на этом сосредоточить внимание, я должен сразу сказать, что Пакт Рериха является вершиной айсберга. И не понять значение Пакта Рериха, если весь синтетический комплексный массив концепции культуры Рериха не будет осознаваем. То есть это будет в какой-то степени отчужденное знание, которое можно использовать юридически, которое может быть переведено на социально адекватный язык и в юриспруденции, и в социальных отношениях, но он не будет в себе носить того воспитательного, глубинного духовного значения, ради которого Николай Константинович, начиная еще в самом начале XX века, уже начал разрабатывать этот документ, делая доклад императору Николаю II, а потом, уже как вы знаете, в 1929 году был сформирован основной концепт, который закреплялся в трех конференциях. Знамя мира и завершился принятием в 1935 году в присутствии президента Рузвельта 21 страной мира завершилось принятием Пакта Рериха. Ну, мне хочется в контексте образования и воспитания сказать о том, что именно Рериховская концепция культуры имеет прежде всего отношение к внутреннему человеку. И знания о внутреннем человеке школа современная, вузы современные не дают. Психология не дает. Она имеет дело с проецированным, с плоским человеком. Так же, как, впрочем-то, все науки о человеке, не зная онтологию психического, не признавая за высшими проявлениями сознания человека энергетической и онтологической основы, они имеют дело с некоторым определенным вырождением, упрощением и так далее. И психиатрия, и медицина, и психология, к сожалению, имеют только вот такое редуцированное знание о человеке. И когда Николай Константинович произносил в связи с культурой определенные ключевые слова красота, знания, любовь, действия, сердце, бесстрашие, доброта, он имел в виду глубинные понятия, которые двигают эволюцию. Это не просто абстрактные понятия красивые, которые наша цивилизация сделала таковыми, отчуждив самого человека и его внутреннее призвание от смыслов эволюции. Елена Ивановна Рерих сказала, что культура в основе своей есть эволюция. Отрицая культуру и заменяя ее технократии, мы отвергаем эволюцию и нарушаем космический закон. Эволюцию без космического закона, то, что разрабатывает живая этика, понять невозможно. Она будет сводиться к эволюции биологических форм в основном. Но внутренний человек имеет прежде всего дело с эволюцией духовной. И когда мы говорим, здесь повторялось рейховские цитаты о том, что искусство, сердце народа, знание, мозг народа, хотя сейчас народ руководил в основном не знанием, не красотой, а желудочными интересами или инстинктами. И это становится, значит, прерогативой развития общества и утверждается во всех сферах, что ведет к тому, о чем Георгий Николаевич Аркар рассказывал в связи с общественным потребительством и так далее. Но Николай Константинович, говоря об этом, о значении знания, красоты, искусства, он добавляет. Он добавляет о том, что лишь очищенное сознание, возвышенное, самоотверженное сознание человека, очищенный дух укажет, какое знание истина и которое искусство подлинное. Без этого мы теряем критерии. Без этого и будет вавилонское столпотворение мнений. И когда мы говорим об эволюционном значении культуры в Рериховском ее понимании, то нужно говорить не о том, что привилось западным мышлением как внешний способ разными средствами, в том числе средствами и давления, и средствами различных манипуляций сознания человека, внедрять те или иные ценности, которые стали искусственными по отношению к эволюции. А мы говорим о том, чем дышал и дышит Восток. Восточное мировоззрение, восточная психология, восточный образ жизни говорит всегда о том, что без развития внутреннего зерна духа невозможно плодоносных и плодотворных внешних всходов. Культура в Рериховском понимании и соединяет внутренний духовный мир человека с внешним миром, как бы разворачивает возможности внутреннего духовного мира, в той степени насколько он совершенен и проявлен, во внешний мир. И наоборот, человек, соприкасающийся со знаниями, с высшими достижениями культуры, получает пищу, получает энергию для развития этого циклического процесса духовного воспроизводства. Культура циклична, это непоступательная прямая линия нашего прогресса в западном понимании. Что значит цикличность? Это значит, что определенные законы спирального эволюционного развития имеют сдвиг этой синусоиды, и каждый следующий цикл, он не буквально повторяет, он поднимается, если есть совершенствование, и он опускается, если есть инволюционные процессы, но возникают резонансные точки, фокусы определенные, когда культурное заострение в какой-то исторический период начинает резонировать с прошлыми эпохами, и этим культура в значительной степени отличается от цивилизации. Возьмите любую энциклопедию практически, везде путается понятие культуры и цивилизации, Рерих очень разграничивал эти понятия. Цивилизацию можно создать за десятилетия и очень быстро разрушить, а культура относится к вечному понятию, потому что без духовного понимания смыслов культуры, без качеств сознания, которые формируются в течение многих-многих тысячелетий, и не понять значение культуры, культура по природе общечеловечна. А что же тогда является обычая, а что является язык по отношению культуры в Рериховском понимании? Это оболочки культуры. Которые нужны для ее сохранения. Если вы снимете оболочку с рисового зерна, зерно не прорастет. Значит, определенный этап циклического развития необходимо сохранение этих традиций. Но от этого сущностное призвание культуры как общечеловеческое значение, преображение всего человечества не меняется, а наоборот усугубляется. Есть внешний человек, есть внутренний человек, есть очевидность, которая гипнотизирует сознание людей и которая как раз и является мощным инструментом для манипулирования сознанием из тактических соображений тех или иных политических, экономических и прочих. а есть внутренний человек. И если во внутреннем человеке идет затуманивание его божественной природы, которая позволяет раскрыться этому божественному зерну, это не значит, что культура через какой-то циклический процесс его индивидуального развития не может подойти к той точке, когда будет взрыв определенный и когда начнется этот рассвет. И для этого зерна нужно солнце, и для этого зерна нужно влага, и для этого зерна нужна почва. О том воспитании и образовании как этой почве, о чем прекрасно говорил Шалва Александрович сегодня. Около 80 лет назад учителя человечества дали три основных дара, эволюционных дара человечеству и провозгласили это как необходимый этап развития человечества. Это исследование психической энергии, это значение женского движения и возрождения женского начала, духовного, творческого женского начала, нерепродуктивно-биологического, и это кооперация, миротворчество, сотрудничество в духовном смысле этого слова. И вот без этих трех составляющих человечество не будет реализовывать глубинное призвание, свое культурное призвание. Согласно Рериху, только культура в этом ключе может быть спасением от всех накопившихся проблем человечества. Но не Рерих это все придумал. И если мы возьмем например Вишнапураны, которые написаны две с половиной тысячи лет назад, сейчас нет времени, я могу провести просто цитаты, многие из вас знают это цитаты предсказания Вишнапуран, там предсказывается наше время чуть не буквально. Все, что произойдет, как будет женщина унижена, как будет внешне определять внутреннее, как будет торгашество развиваться, как невежественные люди будут определенными усилиями входить во власть и управлять и тем самым подменять определенный духовно-энергетический иерархический закон развития. Высшее должно управлять низшим. Без этого не будет духовной самоорганизации, которая и является, согласно Людмиле Васильевне Шапошниковой, культура. Людмила Васильевна дала очень много таких вот ключевых понятий в своих трудах, которые нам еще предстоит осмыслить. Они являются в какой-то степени комментарием к рейховской концепции культуры. Так же, как к живой этике в определенной степени являются комментариями грань агни-йоги. Если вы знаете восточные духовные учения и традиции, они всегда имели блестящих комментаторов. И Шанкарачарья был комментатором, Упанишат, и Шриоурабинда занимался этим, и Викананда занимался этим. Зачем это нужно? А это нужно для того, чтобы найти адекватный язык к современникам и к той ступеньке, которой дается импульс следующей ступеньки развития современного человечества. Найти тот язык, который мог бы высшие истины и высшие знания в адекватной форме включить в сознание, не на силу и осознание, а вдохновляя сознание этими знаниями. Вдохновить может только тот, кто несет в себе эти знания. Не может вдохновить тот учитель, который на опыте не прошел этого всего. Культура, согласно Рериху, строится изысканным меньшинством. А что сейчас творится западной цивилизацией? Сплошное количество. Количественный подход к образованию. Георгий Николаевич уже про стубальную систему тут упоминал, понимаете, и во всем. Статистика это количественная и все переходит только в эти критерии. Без правильного понимания соотношений качеств сознания нам не выстроить гармоничное отношение в обществе и не сделать вот этот самый целостный духовный мир, о котором как раз и говорили Рерихи, имея в виду прежде всего задачи всего человечества. Но вот импульсы давались человечеству после Второй мировой войны. Были такие процессы, которые начали уже обеспечивать эту целостность новую на основе культуры, на приоритетах культуры. Это возникновение прежде всего ЮНЕСКО в 45-м году. Это принятие устава ЮНЕСКО в 46-м ноябре 46-го года. Это концепция, которая была заложена первым генеральным директором ЮНЕСКО Джулианом Хаксли. Это родной брат, между прочим, Олдеса Хаксли и, если не ошибаюсь, кровный брат Нобелевского лауреата Эндрю Хаксли, биолог, автор эволюционной гуманистической концепции в биологии. Очень интересный. Он предложил стратегическое определение гуманного эволюционного развития, исходя из общечеловеческой ценности. Но возобладала через несколько лет, он был вынужден уйти через два года, возобладала концепция другая, где национальные корпоративные интересы отдельных народов вот в таком вот винегрете, который не имеет вот этой самой внутренней органической спайки, стали определять деятельность ЮНЕСКО в значительной степени. И поэтому здесь уже наметился распад. Так же, как неминуем распад любой общности, если она не держится на духовных энергиях. То, что происходит сейчас с Евросоюзом, это закономерный совершенно процесс. Не может общество держаться на экономике, не может общество держаться на политике в силу просто энергетики. Ибо энергия человеческой культуры, согласно Владимиру Ивановичу Вернацкому, является высшей формой биогеохимической энергии, которая созревала геологическое время. То есть миллионы лет развития. Это значит был заложен при формировании самой Земли, я уж не знаю, там антропный принцип здесь включился, или еще какие-то другие закономерности, о которых мы мало представляем, но живой этике, они приоткрыты во многом уже для будущей науки, будущей одухотворенной науки. Тогда уже закладывался определенный нравственный критерий развития. И должна была возникнуть вот эта вот высшая форма биогеохимической энергии, которая родственна по понятию психической энергии, о которой говорит Николай Константинович Рерих. И таким образом эволюция в понимании эволюции духа нуждается в утончении мышления и сознания, которое происходит благодаря культуре. Культура основа совершенствования внутреннего человека, который совершенствует внешнюю жизнь. И в этом принцип спасения культура синтез, согласно Рериху, всего возвышенного и утонченного. И она в этом смысле бессмертна, потому что прошли былые цивилизации, о которых мы даже мало имеем представления, но вот в этом культура генезисе они остались. И есть механизм передачи, который не имеет цивилизация, такого механизма передачи этих знаний. Откуда берется этот механизм? Если здесь мы уже будем говорить открыто, невозможно понять культуру, если не признать закон существования человека и бессмертия человека в разных мирах. Культура связывает миры в Рериховском понятии. И это значит, что былые накопления духа остаются в тонком мире и в огненном мире. И именно сердце становится культурой, которая и принадлежит этой беспредельности и связи миров. И знамя мира, которое здесь висит, одно из его значений – бессмертие духа. Вот это вот высшая божественная триада Атма Атма-будхимана сможете как угодно назвать Отец-Сын-Святой Духа можете назвать сознание, материя и энергия. От этого суть не меняется. Эволюционное значение культуры согласно Рериху – открытие пути в преображение жизни всего человечества, открытие пути в бессмертие человечества. То есть передачи накоплений лучших возвышенных достижений гениями и творцами прошлых эпох следующим поколением – поддержание вот этого механизма культурогенеза и перерождение самой планеты вот в этот ключевой момент, потому что мы подошли к определенным срокам и не понять, что происходит сейчас с планетой, почему разрушается на наших глазах эта цивилизация, почему эти варвары ИГИЛ приходят и так быстро уничтожают, казалось бы, крепкую цивилизацию, как когда-то варвары разрушили Римскую империю, а потом через тысячу лет так же случилось и с Константинополем, и не понять, как строилась позитивный процесс, строилась российская государственность через пути из варяг к греки, который прошел в рейхи, и не понять, как сейчас будет строиться новая общность через великие евразийские пути, которые связывают Россию с Китаем, с Индией, и вот именно культура создает возможность очагам былых цивилизаций включиться в этот мощный синтез интеграции народов. Этому были посвящены идеи рейхов Центральной Азиатской экспедиции и Маньчжурской экспедиции. Здесь просто нет времени на этом останавливаться. Я думаю, что мы посвятим этому отдельно на наши встречи, тем более, что я знаю, что Общественная Палата недавно проводила слушания, посвященные Великому Чайному Пути, который во многом пересекается с Центральной Азиатской экспедиции рейхов и есть концептуальные пересечения в этом. Но я думаю, что это будет отдельный разговор. Поэтому творческая мысль, сердечная энергия, такие категории, как доброта, любовь, сердечность возвращают подлинные человеческие отношения. Они это технократия, которая через искусственный интеллект делает самого человека искусственным, ибо есть обратные связи. Поэтому если мы сейчас возьмем на вооружение в полноценное понимание рейховской концепции культуры, то тогда мир через культуру, через нашу творческую энергию, через конкретные действия объединенных сознаний людей будет преображать все человечество. Спасибо. Спасибо, Михаил Николаевич. Я приветствую присоединившуюся к нам Аниту Карелия Аркас. Человек, имеющего самое непосредственное отношение к Дню культуры. Анита, вы готовы так сразу в бой включиться? Я вам тогда предоставляю слово. Спасибо, что вы пришли. Все-таки мы расстраивались, что вас не видим. Я прошу прощения, что опоздала, но на самом деле мы сейчас организуем Дню культуры Индии, государственной культуры, и поэтому обязательно быть в посольстве. А что понятие ясно, что такой день должен быть, и учителя заповедовали этот день, и он будет. Там дольше пройдет времени, но на международном уровне он будет. но да, кстати говоря, хочу сказать, что все-таки 10 лет уже в Литве празднуется этот день культуры, они у нас такой флагман и авангард. Что хочется сказать по поводу культуры? Без культуры никакой живой этики, конечно, никакого расцвета не будет, поэтому приоритет культуры в жизни общества, тема, которую мы ведем изначально нашим движением, она дала 14-му году год культуры, это исключительно наша инициатива, которую просто подхватили в Совете Федерации, и основы государственной культурной политики, это решение круглого стола, который прошел в 2010 году, который провел Всемирный день культуры, движение Всемирный день культуры, и поэтому сегодня у нас с вами, как люди, которые говорят о том, что культура приоритетная и без культуры невозможно ничто, у нас есть огромные возможности, есть основы государственной культурной политики, которые были приняты. Нам, конечно, не удалось полностью провести те основы, которые мы планировали в Совете Федерации, в Совете Федерации работало пять рабочих рабочих групп по основам, но тем не менее сами основы по культурной политике не могут быть отрицательными, по определению, невозможно. Культура так или иначе она все равно вытягивает ситуацию, какими бы они ни были. Там есть несколько таких главных направлений. первое это нравственность, что редко бывает в документах государственной важности, тем более, что основы приняты по указу президента. Затем там мы провели, что все-таки культура это междисциплинарное понятие, а не Министерство культуры. И в основах записано, что необходимо открыть орган по развитию государственной политики при президенте. До сих пор пока да, и фонд. Вот за фонд бьются все. Вот за открытие фонда, чтобы быть рядом с фондом это все хотят. Пока органы нет, пока нет воли на то, чтобы этот орган организовать. Тем не менее, я только что приехала из Питера, была там на круглом столе, и говорила, что региональные это программы, никто не отменял, региональные органы, никто не отменял, в Питере очень хорошее взаимоотношение с властью. Поэтому и мы пока еще работаем Советом Федерации, хотя в Совете Федерации очень сильно все изменилось, уже после года культуры аннулировали Совет по культурной политике, но тем не менее, пока что можем какую-то поддержку основательную предложить. То есть что нужно? Нужны региональные программы по развитию культуры и все за. Мы пока еще был Совет по культурной политике приглашали Ануфриевых, здесь их тоже наверное знают, из Екатеринбурга, у них хорошие программы. И это возможно продвигать. То есть для нас, как для людей есть ратующих за культуру, есть документ государственный, важность, на который можно опираться и основываться, и продвигать свои идеи культуры. И еще один момент, это я тоже в Питере озвучивала, подписанты пакта Латинской Америки. Я прошу прощения, я не знаю, как его отключать. Сейчас я отключу, но не знаю, как отключать. Есть направление Латинская Америка. И пакт Рериха, и знамя мира в Латинской Америке, это в общем такой, простите, детский сад немножко. То есть на сегодняшний день вообще все идеи Рериха в Латинской Америке, это идея мистика. Я не встречала ни одного человека испаноговорящего, ни в Испании, ни в Латинской Америке, во многих странах была, именно с идеями Всемирного дня культуры и продвижения идей пакта Рериха и культуры, и знамени мира, естественно. Я не встретила ни одного человека, который бы понимал вообще значимость Рериха, значимость пакта Рериха и значимость знамени мира. То есть, конечно, они как дети. Дети, которые идут, слава Богу, что они идут со знаменами, слава Богу, что есть эти программы. Есть в Аргентине очень хорошая программа по городам мира, под знаменем мира. И она, конечно, прекрасна. В любом случае, они с детьми работают. Поэтому мне кажется, что тоже в наших силах попробовать издать книгу на испанском языке о пакте Рериха и о культуре, потому что этой информации нет вообще в испаноговорящих странах, и не в Испании, и не в Латинской Америке. И это одно из возможностей в Латинской Америке говорить о пакте Рериха на другом совершенно уровне, о знамени мира и о культуре. И таким образом вывести не только, конечно, культурный программ, но и Рериха, в кавычках, мистика из этого положения. на Кубе есть ежегодная ярмарка книг, на которой есть обязательно приглашенная страна. Так вот, вся Латинская Америка представлена там. Я, к сожалению, приехала в 2009 году, но эту идею не поддержали, а следующей в 2010 году на Кубе приглашенной страной была Россия. И уровень представительства там бывает до главы государства. Например, Чили представлял президент Чили. Поэтому это тоже для нас какая-то возможность уже распространения самих идей о культуре не только в России, но и за рубежом. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Анита. Я вас не представил. Анита вице-президент Ассоциации Всемирный День Культуры. Это я говорю для того, чтобы это записалось. Вот эта видеозапись идет нашего заседания. Поэтому нас мало, но мы еще надеемся, что нас услышит еще больше все-таки людей. Поэтому спасибо, Анита, за выступление. Я, честно говоря, ездил сам, был в Уругвайе и в Чили с выставками, посвященными Пакту Рериха. У меня так не сложилось впечатление, что там такое детское восприятие этих вещей, восприятие очень такое активное, позитивное. Но, конечно, наверное, нужно продолжать и с этими странами тоже работать. И у нас есть такие возможности. Надеюсь, что их будет больше еще. выполнение о том, я, можно сказать, о самом главном не сказала. Мы провели два круглых стола, которые назывались приоритет культуры в жизни общества и преодоление ущерба, наносимого низким уровнем культуры. Такая вот тематика была двух столов. Вернее, не круглых, а конференции. На самом деле, эти конференции делать нужно и продолжать делать. Давайте подумаем, как сделать вместе. Что мы можем? Мы можем Народный фронт подключить, Совет Федерации, поддержка какая-то. Дума, но Дума сегодня меняется, в сентябре ее уже не будет, и, собственно говоря, Дума уже практически не работает. Кстати говоря, самая минимальная поддержка по культуре это Дума. Ну, вот мое предложение. Давайте попробуем вместе сделать. Спасибо. Это предложение нашей гости из Питера, вернее, не гости из Питера, а гости из Питера, но нашей коллеге, которая участвовала в прошлом нашем круглом столе здесь. Юлия Валентина Неспиридонова хотел предложить выступить. Заместитель директора Санкт-Петербургского музея городского электрического транспорта, кандидат к культурологии. Пожалуйста, Юль. Спасибо большое. Я хотела поблагодарить организаторов общественной палаты, национальный комитет Рерихов за участие в этом очень серьезном мероприятии. Все предыдущие доклады были очень основательные, которые затрагивали глобальные проблемы образования, воспитания, продвижения Пакта Рериха в России и за рубежом. Наверное, в своем выступлении я сосредоточусь на более практических вещах, таких, наверное, бусингах, которые формируют цепочки, вместо которых тоже невозможно говорить о культуре, о таких вещах более прагматических. Общеизвестно, что Пакт Рериха стал апогеем очень длительной деятельности Рериха, и именно Николай Константинович подготовил впервые комплексную концепцию сохранения культуры, которая включала в себя не только комплексный подход к разнообразным формам проявления культуры, но и к способам их сохранения, а также к подходу, который предполагал военное и мирное время. Это, конечно, большое достижение этого человека. Однако важно помнить и важно заметить, особенно нам, практикам в музейном деле, что Николай Константинович не только выражал свои мысли в публицистике, в юридических документах, но он был в первую очередь практиком. И именно он участвовал в работе или в создании более десяти музеев, не только в России, но и в Париже, Риге, в странах, в городах Индии и так далее. То есть этот список, он более чем впечатляющий. Сегодня очень жаль, что российское музейное дело, теория музейного дела совершенно забыла, совершенно не изучает имя Николая Константиновича как практика музейного дела, который предложил действительно новые методы представления экспонатов в своей философии, которые, собственно, отражены были в живой этике. Сегодня музейщикам известны именно теории коммуникации, автором которой является канадский ученый Дункан Камерон, это коммуникация предмет-предмет, экспонат-экспонат, экспонат-посетитель. Однако, очевидно, является, что Николай Константинович, предполагая, что музей является не только хранилищем предметов, он об этом писал очень часто и очень много, но предполагал, что музей является таким активным творческим началом для человека, то есть именно через него человек мог постигать основы культуры. И получается, что вот эта идея коммуникации, экспонат-экспонат-экспонат-посетитель, можно отнести к началу XX века и найти, обнаружить эти идеи в философии Николая Константиновича и в его именно практике. Конечно, рериховеды используют эти его наработки, его идеи. В Петербурге музей-институт рерихов строился изначально по этой концепции, но хочется выразить такое пожелание, чтобы общее музейное дело не забывало этих важных и полезных идей в своей практике. Вот 15 апреля общеизвестно, что это Международный день культуры, который празднуется в Петербурге в разных школах. Для Петербурга 15 апреля еще это и праздник второй, он менее известный, это восстановление блокадного трамвайного движения, вернее, трамвайного движения в блокадном Ленинграде. И, наверное, это такое совпадение видится не случайным. Дело в том, что звон трамваев в блокадном Ленинграде озвучил надежду на победу, которая и произошла через несколько лиц. Но нужно было продолжать долгие месяцы блокады пережить, но тем не менее вот эта вот культура, мир, оно как-то вот здесь звучит с новой силой, мне кажется. Вспоминая эксперименты Николая Константиновича в Нью-Йоркском музее, можно отметить очень важный эксперимент, его подход к волонтерскому движению. Именно он создал и предложил такой очень потенциально перспективный и позитивный эксперимент с друзьями музея. Вот в музее городского электрического транспорта тоже изначально была сделана ставка им новоотсорфское движение. И сегодня друзья музея и та идея Рериха, которая организовала вот это движение, они отличаются серьезно в своей мотивации. Если для Нью-Йоркского музея Рерих привлекал именно своей глубинными идеями и философией и люди не получали бонусов для этого сегодня, друзья музея включаются в деятельность за определенные бонусы. Это очень важно подчеркнуть, как эволюционировало это направление, которое задал Рерих в международном движении. Еще очень хотелось подчеркнуть, что Николай Константинович, рассматривая музей как такое живое начало, творческое, а не склад хранилища предметов, вот мы этой концепцией тоже пользуемся. И если для художественного музея она является только органичной, потому что художественный музей априори уже является нормой, то, что он представляет, какие-то лектории, гросскультурные явления, это норма, то для технических музеев пока это еще не норма. И чаще всего профильные музеи фокусируются исключительно на своих коллекциях. Вот мы в музее гроссколитического транспорта пришли к выводу, что коллекцию технического профиля необходимо расширять с культурными функциями и начинаем это делать в ближайшее время. Музей достаточно молодой, он был открыт для всеобщего посещения в 2010 году, он уже серьезно прошел очень серьезный этап фундаментальной своей подготовки, сохранения экспонатов подлинных, включения в общего городскую музейную жизнь. Вот сейчас перед нами стоит новый этап, и я думаю, что идея Рериха в том числе будут основной из методологии развития этого музея. Спасибо. Спасибо большое, Юля. Я главный редактор журнала Дэрис. Я отказываюсь, я все-таки настаиваюсь. Вы знаете, я не случайно, так сказать, отказывалась, не хотела выступать ни с каким. Мы уже все очень хорошо усвоили то, что концепции, идеи, философские труды и так далее, мысли, высказанные Рерихами, они прекрасны. Они прекрасны, они сочетаются, они необходимы, актуальны сегодня и тогда и всегда и так далее. Все это мы знаем, и это уже написано во многих статьях, и выступлениях, и на конференциях, и на конференциях, уже говорить устали, но на определенном уровне. Понимаете, значит, случилось так, что в определенный момент, ведь вот я помню 90-е годы, когда я уже работала в Международном центре Рерихов, и как создание Советского фонда, ну, тогда он был сначала Советский фонд Рерихов, и как тогда люди, которые приезжали со всех концов мира, и в том числе страны, вот в наш фонд, боже мой, вы знаете, как они горели этими идеями, как они верили в том, что действительно эти идеи перевернут мир, что сейчас действительно в школах, почти чуть ли не в каждой школе создавались кружки, какие-то педагоги, которые собирались это все, эти идеи применять в своих программах педагогических образовательных. И вы знаете, вот была надежда, вот такая великая надежда, и она крыляла буквально, мы там носились на крыльях, что вот это вот-вот, так сказать, скоро случится. Ну, а дальше прошло вот столько лет, и постепенно определенные события, которые все куда-то такое похоронили, конечно, очень помогла этому православная церковь, которая в кавычках помогла, естественно, когда после этого, хотя анафемии рельхи не были, так сказать, движения, тоже преданно анафемизированы, объяснения были, тем не менее, так сказать, боязливые чиновники в верхах, они очень быстро как бы сообразили, на всякий случай надо вообще всех выгнать, надо скорее вообще рельхского слова, которое вообще произносить было нельзя, и, к сожалению, так сказать, все было опущено вот на уровень рельхского движения, так называемых рельхцев, от которых, кстати, с таким ужасом часто, часто, не всегда, конечно, но часто шарахли сами рельхи, и Юрий Николаевич, когда приехал сюда, соответственно, вот, и сегодня вот эти замечательные идеи вернуть снова, так сказать, куда-то в широкое такое пользование, для этого, к этому должны подключиться какие-то очень авторитетные имена, рельховцы уже могут говорить об этом, вот тут как раз свет рельховского движения собрался, хотя, может, по-разному думающий, имеющий разное мнение, чем-то, это совершенно не важно, но вы понимаете, вот пока мы друг другу это будем рассказывать, никуда дальше это не двинется, как нам сделать, вот сейчас вот то, что общественная палата предоставляет нам микрофоны, и мы как-то более широко говорим, это, конечно, уже огромный шаг вперед, и благодарность, я считаю, что это очень замечательно и правильно, и надо дальше как-то идти, но пока это все-таки разговоры, может быть, даже в какой-то степени и не столь убедительной, или, ну, как можем, да, что делать вот в этой ситуации, ведь вот первые ваши выступления, которые были, и которые касались катастрофы в нашем образовании, о какой культуре можно говорить, если в образовании вот такая ситуация, о которой вы здесь так ярко и так эмоционально рассказывали, правильно, вот, и какие же люди будут поднимать вот эту культуру, а у нас получается на сегодняшний день, что даже рериховцы, и мы это знаем прекрасно, даже рериховцы, которые чуть не наизусть знают вообще все, что там написали рерихи, тем не менее, они сами в своем каждом дне в жизни своей и эти идеи ведь не применяют очень часто, понимаете, и поэтому вот у меня лично некое такое, знаете, какое-то отчаяние, точно так же, как вот у людей, которые занимаются непосредственно образованием, мы профессионалы в этом деле, действительно нужны просто катастрофически срочные какие-то изменения, а что нам делать с культурой, если о культуре вообще никто не хочет говорить практически, Михаил, я уже здесь не хочу, мы тут, я говорю, как раз наоборот, тут собрался цвет, так сказать, культуры, и люди, которые прекрасно понимают, и благодаря, конечно, Михаилу Юрьевичу мы в таких прекрасных условиях об этом говорим, и так прекрасно это все, если дальше это будет продолжаться, я уже сказала, это будет прекрасно, но положение с культурой, конечно, такое же отчаянное, как и с образованием, и, конечно, без помощи авторитетов, без помощи авторитетов самого разного уровня, и художественных, и театральных, и научных, и педагогических, и прочих, 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 без, вот, их слово должно быть очень ярким, понимаете, оно должно как-то помогать нам вытащить вот эту ситуацию из того положения, в которое мы погрузились, но вот это моя реплика абсолютно только от души и от сердца, которые переполняют, и все, которые, выступления, которые были сегодня у нас здесь, ведь они практически все были такие же, с такой же болью, здесь мы не отчитывались о том, что и как там каждый сделал, конечно мы делаем очень много, конечно мы прилагаем огромные усилия, и все, но ведь мало этого. Наталья Александровна, спасибо большое, я абсолютно разделяю ваше беспокойство по этому поводу, и тоже, конечно, очень хотелось бы, чтобы вот наш узкий круг не очень ограниченных людей, в общем, как-то расширялся и получал большую аудиторию, это очень важно, действительно, не знаю, как насчет вот какого-то очередного всплеска такого всенародного интереса значит, к рерихам и к их идеям, но а что остается вот этот Сизифов труд, камень, может быть, и откатился вниз, но его надо опять толкать вверх, и вот никакого другого просто, никакого другого рецепта я не вижу. Надежда умирает последней, все равно надо толкать. Да, будем толкать всем миром, конечно, его сверху помогают тянуть. Спасибо. Только один камень вместе надо толкать, а то каждый еще и свой толк. Вот, вот. Целый обаланс этих камней. Да и даже один разрушают. Спасибо большое. Я хотел еще попросить вот Виктора Эдуардовича Жиглоту выступить, члена нашего комитета, философ, рериховед, может, у него тоже есть тема, и потом мы еще, значит, пройдемся так вот, еще выступление есть, мы обязательно всем дадим слово. Не волнуйтесь, пожалуйста. Михаил Юрьевич, тоже, да. Михаил Юрьевич, я хотел, чтобы он был уже... Ну, слушай, ну, я половину должен... Тогда даем слово Виктория Юрьевичу. Я уже выражал признательность тоже общественной палате. Еще раз хочу выразить. Друзья мои, на самом деле ситуация не такая уж катастрофическая, потому что вот коллега говорила про основу государственной культурной политики. Ну, это во сне вообще невозможно было себе представить еще пять лет назад о том, что у нас появится основы государственной культурной политики, утвержденные указом президента. То есть фактически это конституция культуры, о которой мы так долго мечтали. Конечно, проблема с тем, что государственные институты не готовы реализовывать эти основы. И какие бы мы там фантастические не придумывали, даже прописанные в поручении президента позиции о создании некого координирующего органа, который бы координировал деятельность порядка 20 из 50 федеральных органов власти, 20, которые напрямую имеют в своих полномочиях эту сферу деятельности, тем не менее, мы видим, что даже культура и образование рассинхронизированы абсолютно. Документы есть основы государственной культурной политики, а те документы, которые министерства образования принимают, ну никак не относятся к этим основам. А к кому они относятся? А вот они относятся к чему-то такому нам неведомому. А вот тут и возникает эта самая задачка, с моей точки зрения, общественной палаты, как обладающей способностью к реализации прав общественного контроля заниматься этой проблемой, то есть подталкивать друг к другу. Конечно, мы ожидаем, что президент произнесет быть посему, этот орган будет создан, но даже сегодня представить себе, что ни наше министерство культуры, ни наши уважаемые советы президента по культуре не могут даже сформулировать предложение о том, как это должно происходить. И мы видим с вами, что запущена проблема. Но оказалось бы, почему мы думали, что она вдруг исправится? Сама по себе ничего не исправится. И здесь я бы хотел перейти к вопросу самоидентичности нашего с вами сообщества. То есть идентичности с точки зрения вмешательства в систему управления, государственного управления. Фактически то, о чем сегодня коллеги говорили и то, о чем Рерих мечтал, это концептуальное управление развитием. То есть это как бы параметры порядка, которые лежат за пределами функционалов, то есть за пределами этих ведомств. И мы себе задаем вопрос, а вообще есть ли прецедент такого управления, то есть как-то в виде указов, но кроме как воли государя трудно себе представить. И вот тут мы, как говорится, и подходим к главному вопросу для себя. Ну а мы можем взять на себя такую миссию и быть институцией, формирующей параметры порядка, формирующей вот ту систему отношений в обществе к этим проблемам. И каким образом можно было бы это сделать? И можно ли сегодня рассчитывать на массовое привлечение людей к этим идеям, не обладая средствами массовой информации? Ну сколько мы с вами не собирали даже в общественной палате, вряд ли это будет достаточно по вовлеченности, по числу вовлеченных людей. Что в таких случаях можно было бы сделать? Я себе задаю этот вопрос. И я понимаю, что, вы знаете, что, наверное, это, как в войну было сообщение Софинформбюро. То есть вот наше общество должно выпускать вот такие листовки. Одну страничку легко донести даже до президента. И если эта страничка будет в отношении к тем жизненным вопросам, жизненно важным вопросам, с точки зрения этой планки Рериховской, с точки зрения величия культуры, то мне казалось бы, это было бы правильно. Чем я, в общем-то, и стараюсь заниматься. Я еще вас хочу порадовать, что кроме основ государственной культурной политики никто не сказал, утверждена стратегия реализации государственной культурной политики. Но она совсем не культовская. Она ведомственная. Ну, как-то не стреляйте в пианисты, играет как можешь. Вот какое могло оно разработать? Такое оно разработало. Можно ли себе давать задачку разработать более лучше? Вот лучше, да, можем. Но мое предложение такое, все-таки национальному релистскому университету выработать некий формат предъявления своих позиций, предъявления культуры как средства регулирования жизни средства, которое бы определяло меру, с которой нужно подходить вот к тем или иным событиям вокруг нас. Хорошо ли или плохо, что нас так немного? Ну, вы знаете, там, Бильдербергский клуб или Римский клуб, это тоже очень небольшое количество людей, которые производили очень серьезные изменения в жизнеустройстве планеты. И, по-моему, Национальный релистский комитет по своей совокупности уже участвующих, и я совершенно согласен, что нам нужно привлечь людей с именами, имеющими в информационной реальности место, через которое можно бы было это доносить, это, наверное, и есть наша задача. Но их не нужно, чтобы их было много. Вот невозможно, с моей точки зрения, сегодня говорить о массовой реализации нашего замысла. Теперь, как только мы начинаем говорить о пакте Рериха, о каких-то позициях непонятных, мягко говоря, для большинства, мы попадаем опять в плен того, что мы сейчас хотим всех осчастливить и дать им новое знание, новую реальность. Ну, давайте тоже практично смотреть на это дело. Все-таки люди, объединенные идеями Рериха, обладают самоидентичностью, отличающиеся от очень многих вокруг. Нужно ли эту идентичность выпячивать и делать каким-то противостоянием всему остальному миру? Ну, это тоже неправильно. Но гордиться тем, что мы есть, это важно. И вот этот вот способ идентичности нашего общества, по-моему, это еще одна из задач, чтобы народ видел, что есть эти люди, которые защищают, пусть им непонятную идею, но они это делают самоотверженно. И самоотверженно их можно различить. И этот знак, который у нас там, это и есть тот символ, вокруг которого соединились люди, но теперь они должны стать, ну, если хотите, как в притче, там, где двое-трое во имя мое собрались, там и небо с нами. И вот я просто предлагаю с одной стороны делать внутреннюю консолидацию вокруг этого символа, а с другой стороны предлагать миру нашу позицию, причем всему миру, потому что мы понимаем, что сегодня мир в опасности, в опасности неведения, неведения своей сущности, неведения того, кто он такой человек и что с ним происходит. и вот здесь Александр Прохорович, как профессиональный специалист в области международных отношений, по-моему, достойное место занимает, и его советы, вот, представление нашей позиции, как это сделать, очень неценны. то, что он сегодня соединил это общество, этот клуб, этот клуб посвященных, если хотите, это уже огромное достижение. И теперь, вот, вы знаете, как в таких организациях нужно, чтобы вас признали другие организации, существующие в этом мире. главная организация это президент. Давайте сделаем так, чтобы президент признал... Один раз пришел в каком виде. Но если мы предложим сегодня, вот, вспомните эту ситуацию, когда ему задают 3 миллиона вопросов, он на 80 отвечает, а 3 миллиона остается недовлетворенно ответом своим. И вот тут есть поле для участия, нашего участия в ответах на этих вопросов, на принципиальных ответах мировоззрения, мировопонимания. Ну, я прошу прощения, что я, как говорится, на отвлеченные темы, но поверьте, что вот общественная палата сегодня это то место, где можно говорить об вопросах напрямую не связанных с прагматикой, но в то же время влияющие на принципы жизнеустройства непосредственно. Поэтому я предлагаю сделать это место постоянным местом нашего собирания, нашего клуба и формирования, чтобы каждый раз наши рекомендации, которые мы здесь принимаем, эти рекомендации в соответствии с действующим законодательством обязательны для рассмотрения теми органами власти, кому мы будем направлять. но мы понимаем с вами, что есть одна попытка, и поэтому нужно каждый раз использовать эту попытку для того, чтобы получить тот результат, ради которого мы здесь собрались. Спасибо вам всем большое, я прошу прощения, но у меня с 7 часов следующие... Может, вы нас из Средникова пригласите когда-нибудь? Вот сейчас приглашаю всех провести следующее заседание по понедельникам теперь, да? Что? Здесь. Не знаю, это как быть вы посоветуйтесь, когда удобно. Не надо делать излишние запросы, давайте мы скромно съедим то, что нам предложили с огромным удовольствием. Спасибо за все предложения. И будем потихонечку заглатывать его. Ну, аккуратно, без фанатистов. Так, продолжим нашу работу. Виктор Дуапис, пожалуйста. Сегодня уже были подняты разные темы, связанные с концепцией культуры Николая Константиновича и многое сказал о духовной стороне и Михаил Николаевич, и Леонид Миронович, Геннадий. Ну, я тоже хотел бы посмотреть на культуру с такой, может, я как-то ядовец, ядовеческой плоскости, которая, с моей точки зрения, является очень важной, чтобы понять сущность, сущность того, что мы подразумеваем под концепцией культуры. Хотя, понятно, Николай Константинович никогда концептуально не выражал там некую правосодственную концепцию культуры, но целостность, я бы сказал, системная целостность заключалась в его многочисленных работах, в учении живоэтики, и это уже наша задача, наверное, философы, культурологов, как бы эксплицировать то, что там заключено, а это такое многообразие, такая глубина и такой беспредельный космос, который касается и глубин друга, с одной стороны, что удивительно соприкасается с очень практическими аспектами культуры, то есть Николай Константинович, как здесь было уже сказано, занимался и сугубо практическими вопросами, как сохранение природных ценностей, как экспонирование музейное и так далее, и как археологические изоскания, вот это удивительно, вот, ну, то есть в культуре есть примеры удивительных, так скажем, в хорошем смысле мистиков, которые были в духовном мире, которые приносили духовно-нравственные основы культуры, и прекрасных ученых, ну, чтобы вот так совмещалось в одной личности и совершенно духовная область, и совершенно сугубо практическая, вот, это достаточно уникальное явление, вот, и говоря о концепции культуры, что надо сказать, вот это известная формула мир через культуру, и вот, когда я слышу мир через культуру, концепция мира через культуру, я задаюсь вопросом, а действительно ли достижим мир через культуру, то есть в культурологии сегодня существует множество определений культуры, когда я их читаю, вот одно, второе, третье, я понимаю, нет, через культуру, вот через такую культуру, как она там понимается, мир, вот, глобальный мир и на планете нашей, и в человеческой душе недостижим, скажите, а разве Германия не была в каком-то смысле культурной страны к 30-м годам прошлого века, то есть какие там гении, литературы, поэзии, музыки, композиторы, великая философия, в общем-то, именно германскими мыслителями была развита, вот, в каком-то смысле Германия была великой культурной страной в начале прошлого века, тем не менее, оттуда пошел самый, ну, как бы, самое извращенное варварство Великой Отечественной войны, уничтожение массового людей по национальному признаку, да, казалось бы, культура и вообще полный садизм, полное, ну, слов нет, то есть вот, мне кажется, это очень важная проблема, способна культура установить мир или нет, и если да, то какая культура, и вот об этом уже говорил Михаил Николаевич, но, в общем, это тема, которую я тоже выбрал, поэтому, может быть, что-то я продублирую, но с другой точки зрения, какая культура, какая культура, мне кажется, это очень существенно найти ответ на этот вопрос, что подразумевали религи, часто вот этот символ приады, как бы о нем говорят, как о синтезе науки, религии и искусства, круги культуры, которые развивают человечество, и это правда, с одной стороны, но с другой стороны, мы же прекрасно видим, вот, на примере, таких негативных проявлений, например, в современном исламе, а такие же подобные проявления были и в христианстве, в средние века, что религия часто в совершенно извращенном виде предстает, наука часто ведет, и сейчас мы это видим, она ведет цивилизацию, вот эта внешняя наука, гибели, собственно, да, технократический путь развития, я имею в виду, не сама наука, то есть, а куда ее направляют? Искусство может принимать совершенно извращенные формы, и мы это видим в современном мире, когда искусство превращается в шоу-бизнес, то есть, где критерии культуры? И вот, надо сказать, что сами религи, безусловно, это хорошо понимали, я не люблю цитировать, но вот здесь, мне кажется, очень важная, как бы, мысль, которая в надземном книге, в последней книге «Учение живое и задерживаться», и я вот ее процитирую, тем не менее, как раз о религии, искусстве и науке. Учения общественные указывают на основы продвижения человечества, как на восхождение человеческого сознания, но ни наука, ни искусство, ни религия не искореняют пороков, которые как оковы человеку. Нужно вспомнить, что и наука, и искусство, и религия способствовали самым диким проявлениям. Даже некоторые философские общества рассуждают о высших предметах и сразу же предаются самым позорным порокам. Нужно посмотреть корень общественной болезни. Только оздоровление внутренней жизни, вот я прошу обратить внимание на это понятие, внутренняя жизнь, только оздоровление внутренней жизни поможет повысить и общественные проявления. Так, кроме научного познавания, кроме качайших восторгов, приносимых искусством, нужно мужество, чтобы улучшить свою внутреннюю жизнь. Нужно противопоставить хаосу лучшее проявленное, которое живет в человеке. И вот, мне кажется, этот параграф имеет огромное значение для понимания сущности культуры. Да, религи были культурными людьми, глубоко всесторонне образованными и понимали прекрасно значение и религиозного познания, и научного познания, и художественно-эстетической стороны познания. Но они прекрасно понимали, что только это не способно сформировать истинно культурного человека. И вот я как религиоза это понимаю и рассматривая историю религий, вижу, что, в общем-то, культура имеет такую атомарную структуру. В ядре культуросферы, так скажем, находится именно культура внутренней жизни. То есть все культуры, исторические, которые мы знаем, формировались на основе именно духовного взлета, на основе, ну, как бы, религиозного подхода и духовного взлета, когда не внешние формы религии доминировали в обществе, как такой своеобразный социальный ритуал, как это в современной России с православием, к сожалению, происходит зачастую, и не всегда, а как глубинная форма духовной трансформации личности, именно того внутреннего человека, о котором говорил Михаил Николаевич Ильяти. Это, мы знаем, так происходило и с буддизмом, огромный подъем культуры в Индии, что привело во времена царствования о шоке фактически к тому, что буддизм стал государственной религией, и, ну, только после этого, вскоре он был вытеснен из Индии, как известно, но зато распространенцы в других странах. Так было и с христианством. Именно духовный подвиг мучеников христианских, которые сперва воспринимались, в общем-то, как совершенно дикие сектанты в Римской империи, привел к тому, что христианство стало государственной религией, но, конечно, невежество тут же привело к тому, что стали вытесняться другие формы и знания, и духовные трансформации человека. Но, тем не менее, именно духовный подвиг, духовная трансформация внутреннего человека становилась ядром культуры. И надо сказать, что и в России ведь так же происходило. Старчество, мы знаем феномен старчества, и какое значение это имело в том числе для деятелей так называемого Серебряного Вета, когда многие писатели, и ученые, и философы обращались, вот, и бывали часто в местах, в монастырях известных, в Обсинском, в Обсинской пустыне, ну, и в других монастырях обращались к старцам, и, как бы, сополагали свою внутреннюю жизнь и свою деятельность, в том числе и мыслительную, советами умудренных старцев. А что такое было старчество? Мы знаем, что вот в Византии, а затем это перешло в Россию, был развит так называемый сихазм. Что такое сихазм? Это священное безмолвие, переводя с греческого, это священное безмолвие. То есть, когда человек в процессе молитвы концентрирует свое сознание в сердце, изгоняет все, так скажем, концептуальные и другие мысли из своего сознания, и в конечном итоге достигает каких-то феноменов соприкосновения с божественными. Аналогичные практики развивались и в буддизме, и в индийской геологии, ну, и во многих других культурных традициях. С моей точки зрения, именно культура внутренней жизни и ее все новые развивающиеся формы являются ядром культуры, способным преобразить человека, способным преобразить внешнюю культуру и вот дать трансформацию человеку и обществу. Наверное, я сейчас не способен ответить на вопрос, как это сделать практически. Действительно, вот наше сообщество, как говорил Михаил Юрьевич и другие ставили в этом вопрос, должно прийти к каким-то практическим делам, которые способны трансформировать культуру России. Но одно я понимаю, что культура трансформируется через дух человека. Культура трансформируется только тогда, когда появляются духовные подвижники. И надо сказать, что философия живоэтики, вот часто ее называют космизмом, безусловно, там космический масштаб мышления. Иногда говорят, что она относится к традиции философии всеединства. Безусловно, она относится в философском смысле к философии и всеединства. Но самое ценное в живоэтике то, что это новый взгляд на культуру внутренней жизни. Что живая этика дает основу и понимание культуры мысли, культуры мысли и культуры чувств человека, дает механизмы, методы работы со своим внутренним миром. И, безусловно, живоэтика является философией культуры внутренней жизни или философией внутренней жизни. Вот это очень важно понять. И, с моей точки зрения, культура России не titles. И, с военной точки зрения, туные событиями на лунде надевisse? Спасибо. Вот подвиг джихада, что он дает современной цивилизации? Подвижные чувства. Подвижные? Нет, и подвиг, там люди жизнь отдают. Вот как к этому отнестись? Объяснить, пожалуйста. Дело в том, что не всякие, как бы так сказать, жертвы есть жертвы на благо будущего и культуры. Вот здесь развлечения, где? Ну, вы же как раз говорите о внешней форме, а я говорю о внушной. То есть отдать жизнь как бы фанатическому сознанию. Я вам сейчас просто поясню. Дело в том, что у нас в нашем представлении джихад это обязательно какие-то безграмотные дети, люди. Когда они с Израилем начинали, то там очень много было людей, молодежи из элитных семей с прекрасным университетским образованием. Поэтому, когда здесь вот вы, так сказать, эти слова произносите, все-таки, наверное, есть какое-то различие. В чем оно, если вы можете? Хорошо. Я может быть... Только коротко прошу, потому что у нас еще другие... То, о чем я говорю, это внутренний подвиг, это предстояние перед высшей реальностью. Это реальное то, что в православии называется обожжение человеческого сознания и личности. Внешний подвиг, ну, такой можно отдавать свою жизнь за, ну, непонятно, какие идеи, это вовсе не дождественное одухотворение внутреннее. Ну, вот, если я ответил, наверное, у вас мой ответ не удовлетворил. Об этом можно говорить долго, наверное. Коллеги, спасибо. Я думаю, что этот поединок надо еще продолжить, но, значит, не сейчас. Это очень наши разведчики, их шпионы. Пожалуйста, я хотел предоставить слово Елене Михайловне Егоровой, зав. лаборатории НИИ общей патологии и патофизиологии. Пожалуйста, Елена Михайловна. Спасибо, Александр Прохорович. Я понимаю, что все устали, поэтому надо, как можно, как можно. Нет? Нет? Нет, нет, пожалуйста. Я уже подумала, что я... Мы не теряем ничего. Нет, да? Нет. Я, безусловно, присоединяюсь к тревоге, которую вы сказали здесь, то есть Шалва Александровича и Георгия Николаевича, и Лев Мироновича и Наталья Александровна. Особенно мне близко то, что сказала Наталья Александровна, потому что действительно я тоже давно, так сказать, живу в этом мировоззрении. Я много работала над тем, чтобы применить это знание в науке, и вообще, чтобы его действительно применить в жизни как можно шире. И этот период, который мы вместе переживали, я действительно его помню. И, к сожалению, вот те надежды, которые тогда казались вполне реальными, и мы все стремились самоотверженно, так сказать, работали для того, чтобы это знание великое, спасительное знание, чтобы оно получило развитие, чтобы оно получило жизнь новую в нашей стране. И, к сожалению, вот сейчас мы видим, наоборот, так сказать, совершенно противоположную тенденцию. Вот. Это, конечно, очень плохо. И то, о чем я хочу сказать, ну, сейчас очень коротко, потому что действительно сейчас время уже ограничено, но все-таки хочу сказать, о чем я хочу сказать, это продиктовано именно этой тревогой и желанием переломить эту ситуацию. Мне кажется, что вот проблемы, о которых я здесь говорила, понимаете, они есть в силу, в общем, следствия невежества, следствия незнания действительно реальных законов жизни, непонимания того, что такое человек, в чем состоит его эволюция, вообще, что такое жизнь и что такое смерть. И, понимаете, вот это знание, оно дано же нам. Оно нам дано в учении живой этики и в ряде других высоких источников, о которых мы знаем. И поэтому мне кажется, что сейчас очень велика ответственность тех, кто его имеет, за то, чтобы передать его людям в тех формах, в которых это возможно им дать, чтобы они восприняли его, чтобы это были такие формы, которые созвучены со знанием, то есть, чтобы они входили, так сказать, в сознание, и чтобы они там прорастали, эти семена знаний, которые мы имеем. Потому что, действительно, вот то, что говорила Наталья Александровна, это очень правильно, что мы все время говорим друг другу о том, как все прекрасно, так сказать, в учении рериха, как все прекрасно в наследии рериха. Но это говорить друг другу, конечно, недостаточно. Нужно вынести это знание за пределы, ну, в общем, сравнительно узкого круга участников рериховского движения. И отсюда следует вот то, что, как мне кажется, сейчас является главной задачей последователей учения живой этики. А именно, формирование идейного фундамента учения как определенного направления мыслей в общественном сознании и утверждение его реальной пользы для решения назревших проблем в нашей жизни. Вот это, мне кажется, самое главное. Я хочу сразу подчеркнуть, что я понимаю под этим не обильное цитирование прекрасных, так сказать, книг, учения и грани огней йоги, и трудов Елены Петровны Главацкой, не это. Хотя, конечно, так сказать, когда это уместно и важно, это можно делать, безусловно. Но я имею в виду создание научно обоснованной идеологии, опирающейся на основные положения учения и жизни. Вот это. И сейчас, как мне кажется, настал момент, когда и возможно, и нужно вынести, ну, по крайней мере, некоторые позиции учения на обсуждение, именно как определенные идеологии, за пределы аудитории, состоящей в основном из участников рериховского движения. И вынести их на обсуждение наряду с другими идейными течениями, которые в нашей общественной жизни сейчас существуют. И дискуссии между которыми мы, так сказать, постоянно слышим и по телевидению, и по радио, и, так сказать, в печати. Вот. И в то же время, мне кажется, что формирование идейных позиций учения может способствовать объединению внутри рериховского движения. И преодоление вот того ненормального положения, которое сейчас существует. Вот. Ну, потребность в этом, так сказать, очень велика. Об этом уже достаточно много говорю. Я думаю, что объединение внутри рериховского движения, а также внедрение идей учения в общественное сознание возможно на основе совокупности положений, которые выражают существо учения, взаимосвязанное и образует целую систему. Так что она может рассматриваться как фундамент определенного идейного течения. Вот как мне представляется такую систему, то есть мне кажется, что это можно сделать, обратясь в будущее. И мне представляется, что такую систему могут образовать принципы великого плана построения нового мира. Это плана, который предложен братскому свету. И эти принципы существуют и высказаны в учении живо-этики и браниях Агни-йоги. У меня есть предварительный вариант таких принципов, но я просто не рискую сейчас их зачитывать. Я могу сказать, что это такое. Это те принципы, на которых может быть построена действительно справедливая общество, которые могут действительно обусловить счастливую жизнь, о которой человечество мечтает, так сказать, все время своего существования. Но я хочу подчеркнуть, что это нужно рассматривать не как несбыточную мечту. Вот принято говорить, что, так сказать, рай на земле вообще невозможно. Но это неправда на самом деле. Это неправда, да. Что потом делать будем? Нам хватит делать, Галдина Григорьевича, очень много. Смешиваться на успехе. Вот, и, значит, понимаете, но это именно не несбыточные мечты, но это реальная возможность построить жизнь на прочном фундаменте знаний. Вот что это такое. И здесь важнейшую роль должна собирать новая наука. Точнее говоря, речь идет о новом научном мировоззрении, о духотворенной науке, о мировоззрении, которое выходит за рамки действующей научной парадигмы, но который содержит научное обоснование расширенного представления о мире и человеке, которое дано мучению. И я убеждена в том, что именно принципы построения нового мира на основе нового научного мировоззрения могут служить прочным фундаментом для выработки стратегии развития России, вообще нашего государства, России, да и, в общем, всего человечества со временем. Я думаю, вот это мое, может быть, так сказать, предложение, что для успеха работы в этом направлении целесообразно организовать семена, в котором могут участвовать как ученые. Ну, мне представляется, что прежде всего я бы приветствовала участие ученых в естественно-научном профиле. Ну, не обязательно только их, но все-таки здесь очень важен именно естественно-научный фундамент. Но также и люди, не занятые в науке, но готовые приложить свои силы и способности вот для этой работы. Я могу, так сказать, примерно выделить два направления работы такого семинара. Во-первых, это работа, полезная для достижения реального единения в Рериховском движении. Здесь имеется в виду определение способов преодоления разногласий по существу положения учения, либо по форме их выражения, а также восстановление объективности в оценках событий прошлого и поступков разных лиц, особенно игравших значительную роль в Рериховском движении. Я считаю, что такая объективная оценка возможна, но это требует достаточно большой работы. Это первое направление. Второе. Обоснование позиций учения для их представления в печати или в дискуссиях с представителями других идейных течений. Здесь тоже нужна большая работа по научному обоснованию позиций учения, которые выносятся на обсуждение, и по подбору фактов и аргументов, которые убедительны для оппонентов тем или иным образом мышления, и которые представляют определенную идеологию. Я хочу сказать, что здесь нужно применить на практике принцип говорить по сознанию, но это требует очень действительно тоже большой работы. У меня имеется примерный план работы такого семинара, и имеется список тем, которые предполагается обсуждать на первом этапе. Если вы выдержите еще несколько минут, я несколько тем таких назову. Значит, во-первых, обоснование способов передачи и приема текстов учений. Это необходимо, чтобы исключить в упреки в их непонятном происхождении, пропаганде взглядов юридических учителей и тому подобные претензии. Во-вторых, обоснование расширенного представления о жизни, о сложном составе человека, об его эволюции путем перехода между мирами. Третье, обоснование ограниченности и несостоятельности редукционизма в науках о живом, а также его разрушительных последствий для медицины. Меня это сейчас особенно, так сказать, близко касается, поскольку я близко соприкасаюсь с работами в области теоретической экспериментальной медицины, и следствиями, и рекомендациями. Я понимаю, насколько плохо, грустно, так сказать, печально то, что происходит в медицине, именно из-за редукционистского подхода к исследованию, из-за рассмотрения человека. Утверждение необходимости смены научных парадигмов для научного обоснования значения нравственного закона. И последнее, которое я назову тему, на основе расширенного представления о материи, обоснования тезиса о материальности мысли, о мысли, как движущей силе эволюции человечества, о магнитных свойствах мысли, о необходимости развития свободы мышления при приоритете наработанного закона. При этом каждая позиция учения должна опираться на комплекс соответствующих аргументов и фактов. Вот. Ну, я уже не буду, я хотела привести пример, но я его не буду приводить, да. Вот. Более подробно эти и ряд других вопросов, которые связаны с работой такого семинара, я буду рассматривать в своем выступлении на семинаре у Льва Мироновича Генделиса, который будет 13 мая. Вот. И я хочу выразить благодарность Льву Мироновичу за поддержку вот этой моей инициативы и сказать, что в его работах, безусловно так сказать, много сделано для научного осмысления позиции учения. И я бы очень хотела, чтобы он тоже принял участие в работе и того вот этого нового семинара, о котором я говорю. Вот. И позвольте маленькую цитату я еще приведу. Закончу. Очень короткую. Это из записи Ивгариса Николаевича Абрамова, которая приводится в книге «Устремленное сердце». Я ее приводила уже на конференцию Эдельфиса, где я наступала на эту тему, но все-таки хочу еще рассказать. «Знайте, больше знайте. Люди погибают от незнания. Люди бедствуют от непонимания. Люди захотят знать. Учитесь непрестанно. Каждое слово учения – капли воды живой подобны. Спрысните им омертвелые души. Знанием поможете. Знанием продвинете. Знанием мир новый создадите. Не сомневайтесь в этом. Не ждать нового мира, но создавать его надо. Мир приготовите сами». Благодарю за внимание. Это все, что я хотела сказать. Александр Петрович, можно добавить одну фразу? Лена, аналогичную сейчас разрабатывает систему, тоже программу Сергея Юрьевич Ключев. Я так почувствовала по его выступлению. Но он мог бы вообще мне что-нибудь сказать на эту тему. Но он не знал же. Мне кажется, вам надо потеснись с ним связаться, потому что он вообще человек очень хорошо пишущий. И в этой теме как раз ориентили. Спасибо. Да, наверное, это правильно. Вот этот союз, мне кажется, вот вам с ним тоже надо познакомиться, потому что он тоже с Госдумой тут какие-то у него… Телевидение он говорит, что на телевидении выступает. Можно тоже добавлю? Очень спасибо за хорошее выступление, Елена Михайловна. То, что вы озвучиваете, на самом деле это какие-то вечные темы, которые, в частности, были во времена научного отдела нормального еще, Лев Миронович, правда? Еще когда он был? Да, и в Рериховском движении они, ну, как минимум, вот я там появился в конце 90-х, они уже были на слуху. Это действительно базовые темы. И люди приходят и уходят, а вопросы-то остаются. И действительно очень важно сделать эту связь времен и воспитательного молодого поколения, которые потом будут продолжать этим заниматься. Это в каком-то смысле, ну, если угодно, такие ковчеги, да, которые сейчас существуют. Вот вы этим занимаетесь, там, Ключников где-то, значит, ваш научный отдел, Лев Миронович, это все… Достойно, вот, да, Людмила Васильевна, а темы вот эти, темы эти. И очень здорово, что сейчас это, как говорится, разгорается в разных местах, значит, это живо и пришло время. Спасибо. Если бы позвольте, два слова еще по этому же. Действительно, понимаете, проблема в том, что некому дать. Молодежь нужна. Некому дать, нет людей, молодого поколения, так сказать, которые способны эти идеи воспринимать и развивать и работать в этом направлении. Вот что. И это следствие, следствие во многом. Именно того разрушения нормального образования, о котором мы здесь говорим. Кроме семинара, нужен лекторий, он будет, как магнит, притягивать, и можно будет фильтровать, можно будет создавать коллективы и ячейки из лучших восприимчивых и творческих людей, молодежи. Да, да, очень хорошо. Нужен механизм этого. Да, да, да. Можно… Елена Михайловна, одну секундочку, я… Елена Михайловна, вы вот просто попали, на мой взгляд, в точку. Но это вы не попали, вы над этим трудитесь. Но я этим занимаетесь, давно хочу. Это вы для меня попали. Да, да. Мы как раз обсуждали где-то совсем не так давно вопросы о том, как нам заложить это зерно будущего института Рерихов, чтобы продолжить то, что в МЦР делалось на каком-то новом этапе. И вот мне это представляется как человеку не очень, может быть, углубленному в эти вещи, но что первый раз, вот как Наталья Александровна говорила, Рерихи появились у нас, и была волна такая. Это была волна эмоциональная такая. Вот первое пришествие Рерихов вызвало эмоциональную волну. И вот на этом это все поднялось и начало как-то распространяться. Потом действительно вот известный спад. А вот второе пришествие, которое сейчас должно происходить, оно должно происходить вот на такой научной, какой-то такой структурированной основе. Но второе пришествие бесстрашно в суда не бывает. Ну а страшно в суде потом поговорить. Но действительно, понимаете, вот это просто, на мой взгляд, позарез нужно вот это делать. И вот давайте это делать, потому что вот на этой основе мы можем там с кем угодно объединяться, не объединяться, а оставаться там самыми идентифицированными или не оставаться. Но давайте это вместе делать. Вот просто очень нужно. Вот мы 15 лет проводим научные конференции. Мы все знают. Наука и этика. Ну, наверное, я не открываю... Знаете, сборники вот такие у нас выпущены по этим конференциям. Я не открываю Америку, но вот это то, что мы хотим делать. Мы с удовольствием как бы... Позвольте два слова, я так вот скажу. Я полностью согласен с тем, что вопрос, который поднимает Елена Михайловна, но я в том, что ведь у нас такой семинар существует уже, наверное, пять лет, если не больше, шесть или семь семинар, которые мы ставим в свою цель на внедрение идей науки в животе, в космослении, в экспозиции науки. Все те направления, которые перечислили Елена Михайловна, они разрабатывают, сняты семинары, и там выступают вполне такие солидные ученые, доктора нам, сара. Я думаю, что... Зачем нам создавать новый семинар? Давайте на основе этого семинара много раз предлагал. Надо его усилить, безусловно. Я вот все время говорю, я бы хотел, чтобы Елена Михайловна принимала более... Она бы поступала несколько раз, более активное участие. Герасим у нас принимать. Хорошо, если вот как-то один раз заходил, давайте бы... Двое раз. Вот, давайте принимать участие и в планировании. И, значит, выступлении, и в обсуждениях. И, то есть, мы можем постепенно трансформировать. Трансформируется, я понимаю, сейчас он пока еще будет не зато, что солидно по себе. Он трансформируется и будет более солидным. Поэтому мне кажется, что мне надо давать новые семинары, и они очень понимают, почему... Нет, очень хорошо... Да нет, Лев Миронович, очень хорошо, я очень благодарна за это. Просто вы так в явном виде... Может быть, я не поняла, но мне казалось, что в явном виде вы этого не предлагали мне. Очень хорошо. И вам я бы даже предлагал быть сопредседателем этого семинара. Да? Принимайте. Я принимаю, принимаю. Спасибо. Я очень рад, что мы вас воссоединили. Сейчас, можно я просто, чтобы это совсем, так сказать, штрешок последний. Дело в том, что все-таки семинар Льва Мироновича пользуется большой популярностью. Это неправда, что там никого не бывает, и присутствующих в том числе. И темы там интересные, и их множество. Но от того, что появятся какие-то группы, которые ведут свои семинары внутренние, это не значит, что это какая-то конкуренция. Это просто означает, что идея пошла в народ. Симптоспорт. То, что у вас, допустим, есть молодежь или сотрудники, вы ими занимаетесь. Это не мешает вам быть сопредседателем того семинара. Возникает сеть. Это никакая не конкуренция. Это просто новая форма взаимодействия единомышленников. Я считаю, что и то, и другое уместно. Спасибо. Пожалуйста, Анатолий Владимирович Савлович. Президент, председатель Рейховского общества города Пензе. Председатель Пензенского регионального отделения Международной лиги защиты культуры. У меня есть конкретное предложение, но вначале я еще с информацией. Мы в Пензе День культуры начали проводить с 1998 года. И благодаря тому, что мы взяли как бы курс на тесное взаимодействие с культурно-научной общественности, в 2001 году глава города, глава администрации города писал запасу постановлений о ежегодном официальном проведении. Этот День культуры у нас проводится. Но вот когда вышел новый, значит, День культуры, День работников культуры, есть тот момент. Мы сейчас сделали акцент, сместили на детско-юношескую работу с детьми. Детско-юношеские форумы регионально проводятся. У нас уже в этом году седьмой. Страна культуры. Каждый год, значит, тематика меняется, но цель этих форумов как раз при общении детей к культуре. То есть через творческий процесс при общении к культуре. Участвует у нас и город, и область, и поддерживает и Министерство образования местное, и культура, и музеи, так сказать, и деятели культуры. Одним словом, очень профессионально проходит и большой успех имеется. И мы, значит, в свое время, предложение какое? Мы в свое время совместно с управлением культуры города издали брошюрку, памятка для учреждений культуры и учреждений образования. Памятка как раз по проведению Дня культуры, где в доступной форме был изложен суть, смысл вот этого праздника. Это очень помогает, потому что на самом деле людям далеко, вне педагогам, очень трудно ориентироваться. И если вот такой практической сделать разработчику, именно для систем образования и для школ, и для учреждений культуры, то она очень может пособствовать, содействовать тому, чтобы какое-то произошло понимание, что это за день. Потому что на самом деле, можно говорить о высоких понятиях, но очень трудно, в смысле, донести обыкновенному педагогу. Поэтому вот такое предложение. Мы, например, вот с твоей стороны могли бы помочь сделать такой проект, а потом доработать. Именно для школ и для этого самого. Вот такое предложение практическое. — Спасибо большое. В Петербурге проводилось тоже 12 на 13, и на каждой группе университетические пособия сотни школ участвовали. — Да, да, да. — Соскались в сборнике, но, к сожалению, последние слова сейчас... — Понятно. Здесь единственное просто вот, где средства найти, чтобы можно было большим тиражом это издать. Потому что мы вот делали для педагогов, но вот они большой тираж. — Нужно учесть лучший опыт, который есть и в разных отделениях Лиги у нас, и в Рериховских. — Просто сделаем свою рыбу, а потом ее можно, конечно, доводить до конца. — Сейчас есть интернет. — Коллеги, давайте не будем уходить в детали. У нас есть еще выступающие. Давайте позволим тоже высказаться тем, кто хотел это сделать. Олег Геннадьевич Болдырев, издатель Рериховской и Таосовской литературы, писатель. — Его нет, да? Прошу прощения. — Тогда Валентина Геннадьевна Маняхина. — Я посвящен каким-то датам. — Есть у нас? — Есть. — Доцент МПГУ, педагог дополнительного образования ГБО. — Как? Воробьев, город. — Пожалуйста. — Уже второй год проходит конкурс «Творческие знамя мира в космосе». Как он проходит, тогда вот Елена Владимировна расскажет. А я скажу вот о том, с чем нам приходится сталкивать. В международную арену выслали несколько приглашений и получили очень живой отклик из стран Латинской Америки, хотя мы этого и не ожидали. Мы для себя, что называется, открыли, что в странах Латинской Америки и, в частности, вот в Аргентине очень широко поддерживаются идеи знамени мира, что они поднимают его в школах. И вот на этом фоне было как бы обидно и не очень приятно сталкиваться с некоторым сопротивлением у нас в системе образования. Нельзя сказать, что все, конечно, это некоторые педагоги, методисты, представители администрации. Когда мы утверждали вот этот документ по конкурсу, предлагали нам то изменить название, убрав оттуда знамя мира, то убрать упоминание о Николае Константиновиче. То есть вот было это все достаточно неприятно, особенно вот зная, какую поддержку эти идеи в других странах находят. Почему мы должны стесняться? Почему мы должны скрывать? Ведь Николай Константинович 80 лет назад высказал такие идеи, которые не только не потеряли своей значимости и актуальности, а даже стали еще более актуальны вот на фоне тех событий, которые происходят за последние годы в странах Африки, Азии и даже в Европе. Мы все были свидетелями того, как в Пальмире нагло на глазах всего мира уничтожались культурные ценности, и террористы были уверены в своей безнаказанности. Пришло время вспомнить об идеях Николая Константиновича Рериха, осознать их глубокий смысл и вспомнить о значении знамени мира. Пришло время культурным людям, людям доброй воли, объединиться для защиты общечеловеческих культурных ценностей. Мы знаем, какую роль Россия сыграла в Сирии. И сейчас в Пальмире работают наши военные. В новостях передавали, что скоро туда приедут ученые со всего мира. Вот хорошо бы, если Россия там подняла знамя мира, как символ того, что началось мирное строительство, как в надежде на то, что подобные разрушения больше не повторятся. Ведь мы все в ответе за сохранность общемировых культурных ценностей. Поэтому надо широко объединяться, причем это движение должно быть именно и детей включать, и молодежь, и взрослых. Вот как это в Аргентине происходит. И поднять знамя мира. В России поднять эту идею, наполнить смыслом и пронести по всему миру. Как символ активного, деятельного противления злу. Как утверждение всех созидательных стремлений человечества к миру. Как залог того, что подобные разрушения больше никогда и нигде не будут повторяться. Защитить мир и защитить культуру. То есть вот у нас такие были идеи, когда мы столкнулись с таким некоторым сопротивлением, проводя этот конкурс. Ну а о самом конкурсе вот Елена Владимировна. Ну, действительно, мы столкнулись с некоторым сопротивлением, но, несмотря на это, в общем-то, я считаю, что нам удается продвигать этот конкурс. И во Дворце творчества на Воробьевых горах был проведен круглый стол «Космическое образование школьников. Проблемы и перспективы». И он прошел под знаменем мира. Мы там как бы развернули это знамя мира, и присутствовал директор. Но он у нас немножечко отстранен. В общем-то, отдел там рулят некоторые, ну, другие люди. Но тем не менее. И мы заявили об этом конкурсе на круглом столе. И он у нас уже идет, этот конкурс. И мы, конечно, были бы очень рады, если бы присоединились дети других регионов, других стран. И это уже, ну, как бы на самом деле, ну, был бы такой, ну, знак того, что дети тоже, ну, приобщаются к этой великой культуре и к идеям Рейриха. И начался этот конкурс у нас еще в прошлом году. В прошлом году был проведен такой на базе летнего лагеря «Воробьевы горы» небольшой конкурс, на котором мы ребятам, перед этим конкурсом мы ребятам читали лекции, проводили занятия о Николая Константиновича, о Пакте Рейриха. И, ну, большинство из них даже не слышало о таком художнике. То есть, ну, очень мало информации. И вот сейчас, когда мы, ну, расширили этот конкурс, у нас была одна номинация «Художественное творчество». Сейчас у нас четыре номинации «Научно-техническое творчество», «Литературное», «Декоративно-прикладное искусство». Что еще я не перечисла? А, ну да, и «Художественное». Вот. И мы надеемся, что... Да, и что я хотела сказать. И, заявляя этот конкурс, на нашем сайте мы предоставляем все материалы. Все материалы о Пакте Рейриха, о том, что делали Рейрихи. Это, может быть, не совсем, как бы, ну, официально. То есть, у нас такой наш сайт нашего отдела космонавтики. Он... на него есть такая небольшая ссылочка на сайте дворца. Ну, напрямую, как бы, на нее не выйти. Но, тем не менее, мы стараемся... А у нас большие возможности в дополнительном образовании. У нас все школы Москвы. И в дальнейшем мы можем, в общем-то, охватить и многие-многие регионы. При, конечно, поддержке, может быть, для начала общественной палаты, а потом и президента. Ну, как-то это, в общем-то, нужно выходить из этого положения. Дети открыты к этому, они хотят это делать. Был, ну, полный восторг, когда вот космонавты на борту выбирали лучшие работы. И, как бы, потом... Ну, это, как бы, признание этих идей. В общем... Дети эти идеи понимают. Да, и поддерживают. Не надо было объяснять. Да. Ну, я волнуюсь, на самом деле. Вы меня извините. Но я думаю, что вы поняли, что я хотела сказать. Спасибо большое. Мы все поняли. Действительно, это очень важно. И направление мы сегодня в образовании, сколько говорили. Как раз начинается, как мне, и со студентов, что мы будем делать такого возраста. Я еще хотел обратиться к Галине Алексеевне Зайцевой. Я очень поздно. Галина Алексеевна, дорогая, я, во-первых, извиняюсь, что я вас довел до самого последнего выступления. Но хочу вам сказать, что говорят, что запоминается как раз последнее слово. Поэтому у вас есть все шансы, значит, сказать то, что мы запомнили. А Анатолий Владимирович, прошу вас, выключите микрофон. Вы знаете, я постараюсь даже не выступать, а просто сделать предложение такое. Вот мы услышали потрясающее вообще такое впечатление, по интеллекту сообщение. И нам всем понятно, что клиповое мышление – это, конечно, и клиповое восприятие. Поэтому при принятии управленческого решения, любого коллеги не дадут мне соврать, материал обычно сейчас предлагается в виде презентации, в виде таких квинтэссенций того, что написано в толстых, больших трудах и так далее. Вот у меня после выступления Шалвы Александровича и Георгия Николаевича создалось впечатление, что вот эта боль такая прозвучала о кризисе у нас в образовании. Мне кажется, что, Георгий Николаевич, ваша презентация, она могла бы быть вот таким, так сказать, вот этой квинтэссенцией, которую можно было бы поместить и в… сейчас будет предвыборная борьба и так далее. Вот неважно, кто это возьмёт. Важно, что это было посеяно не только среди нашего рериховского движения, а чтобы это было посеяно ещё и в общественных движениях в принципе. У вас потрясающе, чётко и ясно сформулирована не только ситуация кризиса, но и пути выхода из неё. Вот. Я просто занимаюсь перспективным планированием много лет и в сфере культуры, и я чувствую, что это то, что было бы сейчас весьма полезно. Вот. Спасибо большое. Значит, я хочу сказать с некие надежды, потому что вышли на нашего губернатора, и он это поддерживает. Мы, значит, во-первых, там провозгласили нравственную хартию в Петербурге, которая должна стать основой поведения в городе. И она принята, сейчас она дорабатывается. Кроме того, значит, принята такая инициатива, вы все мы слышали, что есть замечательные указы президента, которые и замечательные идеи, которые озвучены и поддержаны президентом. Вот мы создали комиссию, комитет сопровождения, поддержки и контроля за введением в жизнь указов президента, потому что они есть и они не выполняются. И вот такие, ну, некие такие, может быть, наивные, но ясные, да. Представляете, но там есть как раз, вот я хочу сказать, что несколько движений объединены, и Лига защиты культуры, и Российская Академия естественных наук, и Народный собор, и Собор интеллигенции у нас в Петербурге. И там есть множество, к сожалению, много, к счастью, много молодых и очень энергичных людей. Есть пресса. И вот мы как-то вот закипели в этом направлении. Я надеюсь, что, может быть, что-то удастся продвинуть. Но губернатор поддержал на первом входе. Это и проблемы, связанные с русским языком, вот, с опросами с родословной, которые как-то поднимают общенациональный такой дух и каждого человека в отдельности. Ну, вот такие вот, вот такие конкретные некие шажочки вот пытаемся делать. Спасибо большое за внимание. Сейчас одну минуту. Сейчас я, Павел Львовичу, Вы предложили. Вы знаете, когда подаётся бумага с предложениями к какому-то следующему уровню начальства, обязательно должны быть какие-нибудь мусорные предложения, которые он сразу вычеркнет, и он тем самым поучаствовал. Вот. И у Вас там есть замечательные вещи, ну, типа, отменить ЕГЭ. Вот это, ну, так вот, и есть предложение заменить стобальную систему на пятибальную. Вот, я боюсь, что он вычеркнет предложение отменить ЕГЭ, а стобальную на пятибальную оставит. То есть, надо такие предложения, которые уж, ну, никак нельзя выбросить. Они неравнозначные просто у Вас там. Кстати, к тому, о чём мы говорили, мы в Черновик написали, на какие очень многие, которые они одобряют, которые его надо вычистить. Я Владимир Григорьевич, я Владимир Владимирович. Запустить в информационное поле, да. Многие сайты, я думаю, в принципе, сейчас на сапоге сделка. Ну, слава Богу, что мы это сделаем. Слава Богу. Вот о науке мы что-нибудь такое сделаем. Вот об этой ситуации в науке, которая есть. Там Бог знает, что вообще происходит. Да, и последнее, простите, значит, вот мы говорили о кризисе образовательной системы, о том, что это всё, теперь переходя к следующему. К сожалению, сейчас новые технологии, они захлёстывают, да, и не всегда они успевают, их развитие такое потрясающее, оно не всегда поспевает за тем, чтобы в них, вот в этих технологических новых формах, было умное, одухотворённое содержание. Вот, поэтому сейчас вот прошло много мультимедийных выставок Рерихов. Это очень модно сейчас, мультимедийная выставка, это 3D, там 7D, я не знаю, чего там, сколько там D и прочее. Это всё есть, это всё замечательно. Вот, нет содержательной части, нет контента, который вот и дал тот эффект, который мы ждём от этого наследия. Поэтому вот у меня тоже такое, кстати, разочарование очень опасно. Вот, это вредит конкретно именно потому, что человек идёт, а, ну давайте посмотрим вот мультимедийную презентацию там Рерихов, ах, может быть, это будет так же, как Микеланджело или Леонардо да Винчи, что-то не дотягивает, и потом они не возвращаются к Рерихам. И нам нельзя терять никого, и вот у меня есть такое предложение, что я обращаюсь вот ко всем собравшимся всё-таки в поисках умного, одухотворённого содержания такого мультимедийной выставки Рерихов, о которой очень мы давно говорим, и это хорошо, что мы говорим, потому что зреет инкубационный какой-то период должен, чтобы это выплеснуть. Потом придут и деньги, я не сомневаюсь, всё будет. Но нам сейчас нужно вот этот вот, чем же так нам удивить и привлечь вновь вот в этих новых формах к наследию Рерихов. И поэтому вот я жду вот и предложения, и буду совершенно счастлива, если мы сформируем такой банк идей и будем его вместе двигать. Вот у меня всё, спасибо огромное. Можно я добавлю маленькую ремарочку, да? Значит, я хочу просто, Георгий Николаевич не сказал, у нас в Государственной Думе разработан проект закона по народному образованию. Олег Смолин, вы его знаете. Вот, и этот законопроект, у меня он имеется, Георгий Николаевич тоже, значит, мы его отправили, подали в правительство, чтобы они высказали за или против, и только тогда мы можем его рассмотреть, вынести на рассмотрение. Я бы хотела, чтобы вы его посмотрели, и посмотрели, и что-то либо добавили, либо отвергли, либо ещё что-то, но работать с ним нужно, потому что Олег Николаевич Смолин, в принципе, человек позитивный, и Коммунистическая партия работает в правильном направлении в данном случае. Я бы хотела, вот, кому нужно, можете дать электронку, я могу выслать. У Георгия Николаевича тоже есть. Михаил Николаевич, я, по-моему, вам тоже отправляла, да? 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 Ну, так что вот над ним нужно работать. Ну, ЕГЭ, там он, по-моему, выбрасывает. Ну, да, там, ну, там посмотрите, да. Да, нет, ну, там есть, Георгий Николаевич его так посмотрел, над ним, конечно, надо работать, но как возможно, вот такой законопроект. Да, да, да. Ну, и еще я хотела сказать, что вот тоже Георгий Николаевич не сказал, что как этот товарищ у нас не пришел, православные, да, они заготовили 10 принципов, идей нашего государства. Ну, когда президент выступил и сказал, что вот все ищут идею, идею патриотизма, и тут началась волна его критики. Ну, да, и вот хотелось бы вот в этом плане нам тоже поработать и найти, и найти, да. А посмотреть, а вот у меня есть, у него тоже есть, да. Это питерцы Стариков. Стариков, да. Я его взяла, я его купила в храме даже его продавали, я его купила и с питерцем послала. Поэтому, товарищи, нам бы тоже надо было вот это единение, которое сегодня все, кто с кем дружит, разъединение у нас, не только как внутри, но и в обществе. Хотелось бы вот посмотреть их 10 принципов, а возможно нам выйти и собрать, вот стать вот теми миниными пожарскими, которые объединят и сделаем эту идею нашего государства. Потому что, как сегодня товарищ сказал, и правильно, что мир в опасности, я думаю. Дорогие коллеги, вот есть уже наработанные вещи. Дмитрий Сергеевич Лихачев написал вот декларацию прав культуры. Совершенно верно. Вот эти мазки сделал очень мощно. И надо брать. И я без конца говорил, и вот, может быть, мы внутри вот сможем это поднять. То есть, вот довести этот документ до, так сказать, нормального, окончательного вида, которым может быть это, это был бы наш флаг, потому что это очень здорово. Декларация прав культуры. Потом есть, так сказать, доклад комиссии по устойчивому развитию. Перстекуэляра и других с ним вместе. Потрясающие там есть. Это 92-го года прекрасно. Это все, это мало кто знает. Это совершенно не доведено до общества и так далее. То есть, вот есть просто готовые вещи, которые могут работать, мне кажется, очень хорошо. Есть даже декларация прав науки, которую вы разрабатывали. Ну, я про себя. Ваше разрешение, я хотел бы вернуться к тому, о чем докладывали «Знамя мира» и вот эта детская программа. Я хочу сказать, что она проводилась, в общем-то, при поддержке, над помощью Альжиона Прохоровича. Там наши посольства были подключены. Но вот главное, что мне кажется, учитывая те трудности, с которыми на самом деле энтузиасты сталкиваются там у себя на месте, когда их заставляют изъять там имерерик или что-то такое. Я думаю, что хорошо было бы, если бы мы сегодня включили в рекомендации общественной палаты поддержку вот этого направления, значит, вот «Знамя мира», вот этого проекта, который разрабатывается в Доме пионеров. Я думаю, что такая поддержка, наверное, была бы вам полезна. Можно я еще немножко вернусь к тому, что только что вы говорили. Дело в том, что сейчас вот стратегический совершенно вопрос вы поставили. Дело в том, что понятно, что у Старикова больше допуска, как говорится, к власти. Понятно, что у Смолина, хоть и оппозиция, но все равно больше допуска к власти. Так вот, если да, мы сделаем свою красивую концепцию от Рерихов, но она не будет услышана. Ее надо делать, безусловно. Но если мы не будем сотрудничать с теми, кто может быть услышан, то шансов, основные идеи намного меньше. Поэтому вот, мне кажется, не в ущерб собственной концепции. Но, допустим, если прозвучит по культуре адекватный фрагмент в их программах, ну почему же нет? Конечно, мы сотрудничаем со Смолином очень тесно, переписываемся, общаемся, обмениваемся. Всем языком я... Ну он образование, это не культура, образование. По образованию с ним он, ну абсолютно, он наш единомышленник. Ну конечно, а тут вот культурный концепт. Просто никто не будет брать с нуля готовый продукт чужой, понимаете, да? Надо сделать перепыление. Там все абсолютно правильно. Ну что, коллеги, мы тогда закручиваем. Конкретных предложений. Здесь, в принципе, все основные концептуальные направления были обозначены. Просто предложения насчет того, чтобы ставить на научную базу идеи учения. Поскольку я специализируюсь именно в области человеческого сознания, и защищал диссертацию как раз по наследию Рериха, по концепции сознания, то... А вот представитель, пожалуйста. Новиков Александр Анатольевич. Какая часть? Философский или... Кандидат философских наук. Когда я работал на диссертации, то мне в руки попали очень интересные труды наших великих ученых, таких как Владимир Михайлович Бехтерев и другие. Так вот, в этих трудах они совершенно четко и конкретно говорят, и ссылаются на факты, доказанные экспериментально, под строгим научным контролем. То, что мысль есть энергия, передается нау человеку к другому. Бехтерев, так же, как и большинство русских ученых начала XX века, развивал энергетическое мировоззрение. Там даже это словосочетание есть. Когда говорят, что Терерих развивал энергетическое мировоззрение, это было не на пустом месте. Это понятие уже было в среде научной интеллигенции. Тот же самый Чижевский. Знаменитая его брошюра «Физический фактор исторического процесса». Вот все говорят о том, что Чижевский разрабатывал концепцию влияния солнца на исторический процесс, но то, что в этой же самой брошюре он утверждает о том, что мысль-энергия ссылается на опыты Бехтерева и других, об этом почему-то замалчивается. Поэтому мое предложение следующее. Обращаться к трудам тех великих ученых, в частности, русских ученых и зарубежных тоже. Это и Роджер Спирри, и многие другие. И стараться их нести в массы. Именно вот это в том числе будет той мощной научной базой, на которой можно выстраивать соответствующую, как здесь было сказано, идеологию и концепцию. Потому что это ученые с общепризнанной и многие с мировым именем. Вряд ли кто-то позволит себе заявить, что, например, Владимир Михайлович Бехтерев какой-то сектант или непонятно кто он. Поэтому нужно основываться именно на тех трудах, которые уже есть. Собственно говоря, зачем изобретать велосипед? В науке эти факты известны. Они известны спецслужбам. В частности, некоторая информация не раз проходила и в прессу, и, в общем-то, опубликовалась в научных изданиях. В вопросах психологии, это научный журнал Института психологии, есть соответствующие статьи, где публикуются результаты научных исследований американских ученых, которые утверждают то, что они, в общем-то, пришли к выводу о существовании в человеке высшего разума. Вот это нужно поднимать на поверхность. Я понимаю то, что определенная академическая прослойка, которая всегда была против этого, всячески препятствует, будет также стараться препятствовать, но это препятствие, я думаю, совместными усилиями можно преодолеть. Что касается молодежи, то эта тематика интересна. Я могу сказать на примере своих собственных студентов, они очень интересуются этой проблематикой. И молодежь интересуется именно большей конкретикой, связанной с человеком. Что есть человек, что такое сознание. То есть, если мы будем просто говорить культура – красота, красота – культура, даже не вскрывая механизмы, как влияет красота и культура на человека, то молодежь мы этим не привлечем. Будет неинтересно, это заезженные термины. А если мы, например, будем раскрывать, как по Бехтереву, как влияет, например, красота на человека, то, что подсознание фиксирует все образы, всю информацию, которая проходит через сознание. Например, мы смотрим на картину Леонарда Винчи, она запечатлелась в сознании, то есть в подсознании. И из подсознания она будет влиять и обуславливать всю деятельность человека и его мышления. То есть механизм влияния культуры. То есть музыка, художественные образы и прочее, которые человек воспринимает, они не исчезают бесследно. То мы подойдем уже к естественно-научному обоснованию влияния культуры. То есть к тому, о чем говорил, в частности, и Николай Константинович Ромич, что именно осознание красоты спасет мир. Потому что факт осознания, то есть ассимиляции сознанием образов красоты, именно преображает человека. Есть одна очень тонкая вещь. Дело в том, что если вы возьмете какую-нибудь эзотерическую литературу оккультную, этого выше крыши всего. И с механизмами, и с подробностями. Более того, понятие информации, которое в середине XX века, ну не было у Рерихов, они в другую эпоху жили. Там энергетический был язык. Сейчас вам будут энергетическое информационное рассказывать. Это всего лишь технологический уровень. Да, он интересен. Полно там магов сейчас бегает, молодежи. Да, он интересен. Но вот как раз культура, красота и духовное начало, они не лежат в этой сфере. Это мир несказанного и нереченного. Это то, что, собственно, человека отличает от любого начинающего оккультиста. Понимаете, да? Поэтому, конечно, об этом надо говорить. Если мы будем оставаться на уровне языка начала XX века, то это молодежь ничем не удивишь. А вот то, чем же отличается, собственно, высокая духовность от простой магии и вот этих технологий, да, так сказать, воздействия, вот это, собственно, и есть, наверное, предмет нашего разговора. Это в свете культуры Рериха. Да, это все правильно, но если вести речь о научном обосновании, то нужно как раз основываться на трудах известных ученых. Наука давно уже там дальше ушла, поэтому... Я хочу, значит, предложить закрыть наше собрание. Вот, у нас есть все возможности продолжить эти разговоры, и мы, собственно говоря, собираемся для того, чтобы договориться о том, как их продолжать. Но хочу сказать несколько слов. Во-первых, Владимир Горькович, уважите председателя, пожалуйста. Вот, то, что мы сегодня собрались здесь в общественной палате, и вот то, что сказал Михаил Юрьевич, значит, это, в общем, дорогого стоит, я скажу. Я не думаю, что мы здесь будем проводить дни и ночи, значит, используя общественную палату для семинаров и наших дискуссий. Дискуссии наши, они могут продолжаться бесконечное количество времени. Вот, и общественная палата еще пожалеет о том, что они нам это предложили. Но я хочу сказать, что... А этим обязательно надо воспользоваться, конечно. И самое главное, вот, что мне понравилось, то, что сказал Михаил Юрьевич, это то, что надо... И общественная палата, собственно говоря, она ищет пути, вот, как доносить это все. Потому что, ну, написать бумажку, там, послать ее куда-то, ее отправили обратно или почитали, отложили. Вот, если общественность действительно будоражит общественную палату и толкает эти все идеи куда-то через нее дальше, то это польза и для общественности, и для общественной палаты. Вот, давайте мы в этом смысле поможем общественной палате и поможем нашему собственному делу. Вот, поэтому я предлагаю, вот, дискуссия, я думаю, у нас была такая интересная, позитивная и полезная. Вот, и мы, конечно, продолжим здесь встречаться. Но, вот, по данному заседанию я предлагаю просто, вот, если у кого-то какие-то идеи либо были высказаны, либо еще, может быть, созревают как результат этой нашей дискуссии, оформите, пожалуйста, это на листочке бумажки и передайте, я не знаю, кому, мне, там, значит, Михаилу Николаевичу, там, по интернету, как угодно. Ну, найдите кого-то из нас и давайте мы это все оформим, постараемся, вот, чтобы наше первое заседание, оно не просто было полезным, приятным и нас сплотило, а чтобы оно какие-то, вот, первые результаты дало. Если у нас это будет регулярно получаться, с нами действительно будет считаться, это будет полезно и интересно. А тем, вот, очень много намечено, по которым надо двигаться. Мы как-то примерно представляем себе, по какому, вот, так сказать, и по какой концепции сотрудничества мы должны идти. И я просто всем очень благодарен тем, кто пришел здесь, вот, поговорил. Я вижу и желание сотрудничать, я не вижу вот этого, так, черт побери, осточертевшего вот этого вот бодания, значит, и какого-то разделения там. Но нам не об этом надо говорить. Вот, у нас есть прекрасное поле для того, чтобы двигаться и пользу какую-то делать, а не просто выяснять отношения с кем-то. Это все надо оставить где-то вот за бортом, пусть это помимо нас все идет. Вот, давайте будем дружить все, сотрудничать и, вот, продолжать такие полезные встречи. Мы действительно постараемся сделать их регулярными. Вот, есть и возможности, есть желания. Спасибо.